Спасибо. Всем привет. Здрасте. Да, всем привет. Какие-то... Очень сложные были две недели с нашей последней встречи. Ну как, сложными были полторы недели? Два года, я бы сказал. Да, если еще чуть отдалить фокус, то, конечно, два года абсолютно. Какого-то ужаса непрекращающегося. А если еще немножечко отдалить, то... То вся наша жизнь кусок говна. Чего уж там греха таить. Ну как, как будто бы не вся, и... Разное было время. И было время, когда ты понимала, что надо просто чуть больше работать, и будет результат. И это время сменялось временем, когда ты понимала, что надо делать хоть что-то. И посмотрим, может быть, что-то получится. И это время плавно переродилось в то, когда ты выбираешь между бездействием и хоть каким-то делом. Даже когда ты не до конца уверен в результате. А потом ты оказываешься в точке, когда ты выбираешь между безумием и сумасшествием и работой. И чтобы как бы не сойти с ума, ты продолжаешь работать. И мне кажется, что как-то мы по этому гребаному кругу ходим. Последние два года уж точно, за последние полторы недели, мне кажется, что проходили через эти стадии в абсолютно рандомном порядке. Ты сейчас на какой находишься? Ты веришь, что твоя работа может на что-то повлиять, или ты просто работаешь, чтобы не сойти с ним? Я не верю, я знаю, что моя работа и может, и влияет. Ну, то есть, типа, благо в части моей работы есть количественные индикаторы, которые просто убирают сомнения. Ну, количество сборов на ВСУ, вот мне прислали отчет, например, и за несколько месяцев там только вот по фонду 24-го канала мы собрали 70 тысяч долларов суммарно на различные подразделения ВСУ. Были куплены дроны, были куплены машины и вот это вот все. Поэтому, как бы, я точно знаю, что есть эффект. Вопрос масштаба этого эффекта и других, достижений других целей, которые я закладываю. Какие масштабы? Это можно изменить? Я не знаю, нельзя никаким образом. Но меня устраивает ответ, что это на что-то влияет. Ну, то есть, типа, этого мне достаточно, пока я знаю, что это так. А вот пока есть какие-то люди, которые благодаря, в том числе, моей деятельности, там, помогают ВСУ. Пока есть люди, которые не идут в российскую армию, в том числе, благодаря моей деятельности, или которые принимают решение о дезертирстве из нее. Типа, это имеет смысл. Вот у меня, видишь, у меня чуть проще, потому что большая часть, там, блогеров и даже СМИ, у них четкой цели-то особо нет. Ну, то есть, они вышли... Вот когда, например, я помню интервью Максима Евгеньевича, нашего любимого, его там спрашивают, в чем ваша задача? Более известного как Кац. Да, Максим Евгеньевич Кац. Спрашивают, в чем ваша задача? Он говорит, ну, как можно больше подписчиков. Типа, чтобы было сторонников, чтобы когда-нибудь, когда будет шанс, мы, значит, что-то сделали. Вот, это такая довольно... Ну, то есть, конкретная, конечно, задача, да, но без какого-то итогового эффекта. То есть, действие ради действия. Что даже, ну, хорошо, наверное, вот мы видели, как он аккумулировал людей во время подписи из-за Надежды на, и были очереди. Вот. Но у меня довольно конкретные цели, потому что я давно понял, что вот нет такого действия, которое я могу сделать, и в секунду закончится война. Или нет такого действия, которое я могу сделать... Бубочек, не ешь микрофон, пожалуйста. Нет такого действия... На газету вот эту штуку. Не надо ничего грызть там. Нет такого действия, которое я могу сделать, там, я не знаю, и освободить Алексея Навального, поэтому я изначально оценил возможности, которые у меня есть, оценил то, что я могу делать. И в рамках этих маленьких шажочков существую и вижу смысл в своей деятельности. Поэтому независимо от того, что происходит, как происходит и прочее, я знаю, что в ней всё равно есть смысл. — А как ты справляешься с принятием вещей, на которые ты не можешь повлиять? Вот как смириться с тем, что нельзя ничего сделать, чтобы вот это или вот то? И конкретно ты только что сказал, что ничего нельзя было сделать, чтобы вытащить Алексея. — Ну мы же когда на стримах с тобой обсуждали эту тему, каждый раз когда спрашивали, а вот почему, типа я не знаю, почему нет плана спасения Алексея или там ещё что-нибудь, и я каждый раз говорил одно и то же, что после начала войны, к сожалению, тема Алексея для меня наиболее болезненная, потому что это тема, которой я не понимаю, что можно сделать. То есть если с войной я понимаю, вот те в том числе маленькие шажочки, которые могу сделать, чтобы чуть-чуть хотя бы повлиять, то с Алексеем, к сожалению, видите, какая история. Ну я подробно останавливаюсь на этом видео, которое я выпустил в пятницу. Его план был понятен, и он был хорош, ну правда, он был хорош, но в нём была одна проблема, она заключалась в том, что никто не может видеть будущего. — И, конечно, когда Путин объявил полномасштабное вторжение и начал полномасштабное вторжение, к сожалению, фигура Алексея, внимание к фигуре Алексея, риски, которые были для Путина в отношении там международных санкций и всего прочего, они резко снизились, потому что, собственно, всё, что можно, бахнули по Путину за то, что он пришёл в другую страну людей убивать. — Поэтому влиять на заключение Алексея практически не было возможности. Единственное, подсвечивая, когда там происходит что-то уже совсем из ряда вон выходящее, просто для того, чтобы люди, которые находятся во власти, они видели, что вот от этого больше геморроя, чем, значит, и прочего, и, там, не знаю, врача ему давали или ещё что-нибудь. Но под конец уже и этих механизмов почти не осталось, то есть общество тотально запугано, вот, и ровно эта причина, по которой Владимир Путин решил, что пора и как бы убил Алексея, к сожалению. Что касается принятия, я бы тебе сказал, но ты не очень любишь эту фразу. Ну, правда, ну, то есть само осознание того, что ты ничего не можешь с этим сделать, оно примеряет, ну, то есть, правда. То есть, вот, не знаешь как, не проговаривание этого, а реальное осознание. То есть, вот, когда ты действительно мозгом приходишь, что всё, это уже свершилось, и что бы ты ни делал, что бы ты ни думал, как долго бы ты, там, я не знаю, не держал траур или ещё чего-нибудь, ничего из этого не повлияет. Ничего из этого не вернёт, там, Алексея к жизни, если мы говорим про этот момент. Более того, в течение войны, в течение двух этих лет, как бы, ну, было много практики, потому что каждый день происходит трагедия. Так, что пишутся? Что-то про качество. Ну, качество во время самой трансляции сложно, верно, для этого надо останавливаться. Но, мне кажется, что я менял в какой-то момент, а я возвращал обратно. Еще 984, правильно. Шутка. Понял. Нет, как стояла МКВ, так и стоит. Нет, ничего не поменялось. Ну, то есть, выходное разрешение разве что. Ну, короче, сейчас должно стоять качество 1080, и оно достаточное. Больше всё равно сильно твич не может дать, поэтому, не знаю, мне кажется, что-то привиделось вам. Вот, да, поэтому, как бы, был возможность потренироваться за эти два года. И большое количество трагедий их сопровождало. Вот. И поэтому, да, я вот вещик, на которые не могу повлиять, научился принимать. Но тут было отдельно тяжело, конечно. Мне примерно неделя на это ушла. То есть, вот прям, знаешь, как... Как блогер... Как блогер. Сейчас у тебя всё выключит, Бубан. Бубан, ляг вот на телефон. Ну, ты и сама не блогер. Как блогер я, конечно, должен был, типа, с прошлой пятницы просто строчить по видосу в день. Её током не бахнет. Строчить по видосу в день и прочее. И более того, я говорю это без осуждения, потому что, знаешь, мы с тобой обсуждали это. Я очень рад, что есть такие люди, которые, скажем так, не настолько были раздавлены. И, как бы, каждый день что-то выпускали про Алексея, то Некролог, то ещё про... Прости, я бы про тех людей, которые каждый день что-то выпускали, всё-таки добавила бы. Конечно, большое спасибо всем, кто не молчал и кто нашёл в себе силы всё это обсуждать в эфире. Как-то создавать общий фон для тех, кто почувствовал себя в тотальном одиночестве. Да. Но тональность не везде была правильной. Ну, слушай, там тональность... Было такое большое количество, что, как бы, да. Не, я согласен с тобой. И вот меня просто... Ну, в моей картине мира вообще, там, типа, Ксения Собчак и редакция Пивоварова всегда нахуй идёт, как бы. Ну, как бы, не было ни одного из ситуаций за последние два года, в которой бы, мне кажется, они выступали в верной, там, я не знаю, тональности или... Ну, то есть, это просто такие лицемеры, которые, как бы, вот, натурально, они просто, что называется, хайпуют и всё. Им больше ничего не интересно. Вот, они делают скорбные лица, но при этом продолжают, там, говоришь, не всё так однозначно и прочее. Есть ещё отдельные персонажи, которые меня тоже расстроили. Я говорю, вот, скажем, там, про Тулскую прослойку, которая сделала, ну, более-менее нормально, на мой взгляд, и делала это там каждый день, иногда по несколько раз. Вот, и это очень хорошо, что они были, потому что, знаешь, как, кто этот... Короче, некоторые такие, а вот что ФБК так мало что-то там говорит или что-то по этому поводу. И я, ребят, прекрасно понимаю, потому что это просто как удар не то, что по яйцам, а вообще по каждой клеточке твоего тела удар тысячу кувалт. Ну, то есть ты лежишь раздавленный и абсолютно не понимаешь вообще. Я не знаю, как ты эфир с Быковым-то провела в прошлый... А, можно посмотреть, как я его провела. Да, ну, то есть... Если бы там не было кнопки, которые выключают микрофон, то, ну, было бы гораздо-гораздо сложнее. У нас, слава богу, большое спасибо нашим звукорежиссёрам, которые, наконец-то, в студии, честного слова, поставили маленькую кнопочку, которая в случае чего выключает твой микрофон. Ну, слушай, знаешь, с возрастом, конечно, каких-то таких ужасных дней становится всё больше. И, как мне кажется, очень важно, как именно проходят эти дни, потому что, ну, ты эти дни потом всю жизнь вспоминаешь. Я, мне кажется, прошло почти 10 лет с убийства Немцова, но я очень хорошо помню, как я узнала, где я была, что я делала. И я пока ещё не поняла, как я буду вспоминать день... Я не говорю день убийства, потому что, мне кажется, убийство случилось, конечно, раньше, чем нам об этом рассказали. И я пока, знаешь, так для себя я не поняла. У меня в этот день не было утреннего эфира. Нет, у меня был эфир с Белковским. Но всё равно очень важно, чтобы ты успела разговориться, например, к вечернему эфиру. Вообще, к эфиру важно успеть разговориться. Просто, чтобы разогреть, там, не знаю, речевой аппарат, чтобы как-то слова научить себя обратно нормально произносить. И я вдруг поняла, что с момента, как пришли эти пуши... Во-вторых, конечно, ненавижу человека из телеграм-канала, которого я про это узнала со ссылкой на ебучий мэш. Потому что так по-скотски, так по-свински могу написать только мэш. И я не могу ничего с собой поделать с тем, что у меня эта формулировка засела в голове. И я мечтаю, чтобы она исчезла. И с момента, как пришло это сообщение до самого эфира, я вдруг поняла, что я, ну, сказала, дай бог, три предложения или четыре предложения. И я помню, ну, знаешь, какие-то такие штуки, типа того, что я сидела в студии, и было десять минут до начала эфира. Я просто считала вслух до ста, чтобы я не могла произнести 17 часов московское время, как я обычно всегда начинаю эфиры. И, конечно, ну, я никогда не думала, что такой эфир будет в моей жизни. Ну, то есть ты представляешь самые разные эфиры. У меня был даже эфир, когда был мятеж Пригожина. Ну, это был угар, это был хороший эфир. Это был прекрасный эфир. Я по мятежу Пригожина вообще сто тысяч видосов выпустил, по-моему. Это был... С улыбкой и радостью вообще на лице. Это было, да, прекрасные, прекрасные вообще, прекрасные несколько дней. Спасибо Евгению Пригожину за эту радость. Ну, вот тоже. Кто бы мог подумать, что, там, не знаю, ты просыпаешься в 7 утра в субботу, и тебе пишут из редакции, пишут Руслан, сможешь прийти на эфир? Ты говоришь, да, смогу. Одеваешься, приезжаешь, и ты ведешь онлайн с каким-то невероятным количеством людей. Ты спрашиваешь подалека, будет ли Украина в случае чего переговариваться с Пригожиной, потому что ты пока еще не знаешь, что произошло и чем это все закончится. И да, и такие эфиры тоже были. Но ты никогда не думаешь, что ты будешь вести эфир через полтора часа, как пришли первые какие-то новости об убийстве Алексея. Ну, не знаю, мне кажется, что мне, конечно, надо будет... Во-первых, это точно будет, если говорить обстраненной как-то, пытаться спокойно об этом говорить, абсолютно точно этот день исторический, этот день такой... Бубан, если ты не перестанешь, я тебя выведу отсюда. Это будет день, когда, там, не знаю, твои друзья, родные, близкие, дети, внуки будут спрашивать, а где ты был в этот день? Ну, Бубан, кстати, помогает пережить, потому что вот он как сейчас озорничает. Он так и в прошлую пятницу озорничал, то есть, типа, нас обоих придавил, не ну, там, у стенки сел, и я пытался какие-то действия делать. Вот, а Бубан, как ни в чем не бывал, такой, ходит, что-то облизывает, рычит и прочее. И в этом смысле, как бы, он не дает себе полностью погрузиться в эту пучину. За что будут выгнан, судя по всему, отсюда? Вот, короче, да, я долго не мог себя собрать, и то, что я так не продолжил, вот, и принять это тоже не могу. У меня, наверное, принятие произошло, знаешь, когда мать Алексея, типа, сказала, что она увидела тебя. Да, 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 это точно. То есть, типа, знаете, короче, это как с ужастиками в фильмах, в смысле, с ужастиками, короче, мы же с вами все уже взрослые люди, и ты когда ужастик смотришь, ты такой, ну, что за ерунда, типа, кто вообще такой херней испугается? Потом наступает ночь, и если ты один, ты такой смотришь на какие-то тени, такой, ну, честно говоря, немножечко криповые. Или шорцы есть такие, знаешь, которые ты днем смотришь, и они думают, дебил, ну, кто этого испугается? А потом ночью такой, типа, немножко странновато все-таки. И вот так же было, знаешь, со всеми вообще стадиями торга в это, то есть ты все уже, ты такой, ты понимаешь, что это не может быть ошибкой, это не может быть, там, я не знаю, операция морских котиков, это не может быть какой-то хитрый план, но все равно ты вот в какой-то момент ловишь себя на том, что ты вот все взрослый, рациональный, адекватный человек, который уже все это как-то переживает, такой, ну, а вдруг? Ну, тела-то нет. У меня такое состояние точно было до, я помню, во-первых, это же как-то так размазалось по времени. Я, кстати, думаю, что не случайно пятница, потому что там дальше выходные. Ну, они стандартно любят, да-да-да, всю херню на пятницу. И люди чтят выходные как Господа Бога, и мало что люди готовы отменить из-за выходных, точнее, ценой своих выходных. И, учитывая, что Сальхард — это вообще другой часовой пояс, и это все размазалось по неделе, и, конечно, сначала, с одной стороны, ты видишь, как... Даже не знаю, как правильно Пескова назвать. Это все комментируют, и ты понимаешь, что по всем каким-то внешним признакам, скорее, это правду, чем нет. Но ты ждешь, когда туда доедет адвокат, когда туда доедет Людмила Ивановна. Потом ты ждешь, когда Людмила Ивановна увидит и сама это все подтвердит. И причем и потом тут же приходит новость о том, что в первом морге тела нет. И сразу включается конспирология, каким бы рациональным и логичным человеком ты ни был. Да, потому что, ну, я могу сказать точно, у меня было два маленьких стопа, которые вот меня в этом полете в бездну поймали. Это был пуш важных историй о том, что тело не оказалось в морге при колонии. Ну, они начали говорить, что нет. А, ну, при колонии, да, да. Да, да. Там они приехали туда, они сказали, нас тоже ничего нет. Да, да, да. Вот когда начались поиски тела, ты сначала думаешь, что, ну, вот оно. Вот сейчас будет понятно, что все это спецоперация. И второе, конечно, когда выступила Юля. И, да. И знаешь, опять были какие-то косвенные признаки, типа того, что в колонии машин, которая ночью курсировала между Харпом и Сельхардом, был УАЗик для лежачих. Нет, там изначально не было никакой другой возможности. Ну, то, что мы с тобой обсуждали, это же нет мотива. Ну, то есть нет ни одного сценария, при котором нужно зачем-то прятать Алексея, делая вид, что он мертв. Ну, как сценария, который нас подводил уже столько раз, когда ты исходишь из рационального. Нет, я продолжаю настаивать, что Путин рациональный. Более того, ну, проблема у многих с Путиным, его рациональностью заключается в том, что они... Она не такая, как у нормальных людей. Что такое рациональность? Рациональность – это самый близкий путь из точки А в точку Б. Это и есть рациональный подход. То есть, когда ты не петляешь, вот, например, там тебе нужно помыть тарелку. Если ты, Нинар Себашвили, из квартиры берешь тарелку и идешь на улицу и моешь ее снегом, когда у тебя есть рабочие раковины и все прочее, то ты поступаешь нерационально. Вопрос рациональности, он зиждется на том, какая точка А и какая точка Б. Вот Владимир Путин действует всегда довольно-таки рационально, потому что Владимир Путин психопат. И ему часто приписывают множество эмоций, и они у него есть, безусловно, как и у психопатов есть эмоции, но они не носят доминирующий характер. Ну, то есть, каждое действие, которое он делает, убийство Немцова, нападение на Украину, там, создание диктатуры и прочее-прочее, это все рациональный подход и просчитан. Собственно, вот в ролике, который я выпустил в пятницу, я объясняю, почему не просто выгодно это Путину, а почему он сделал это именно в момент, когда ему это максимально выгодно убить Алексея. Это был холодный расчет. Более того, вы можете посмотреть по этим месяцам подготовки к убийству. Оно же не просто произошло. Он перевел его в другую колонию, он увез его подальше, он посадил его адвокатов, чтобы с ним было сложнее связаться, держать все на контроле. Это все был продуманный, расчетливый план. Не только и не столько мести, сколько обезопасивание себя. И в этом всем, конечно, когда ты это принимаешь, когда ты, во-первых, целиком принял, что это случилось, а во-вторых, целиком принял, что ты уже никак на это не повлияешь, в этот момент ты задаешься вопросом, окей, а что я буду с этим делать? Что я буду дальше с этим делать? Какие у меня возникают в связи с новым обстоятельством, с убийством Алексея, какие у меня возникают желания, цели, задачи? И каждый их дальше определяет уже сам. И дальше для этих задач ты уже и, что называется, живешь, ну, то есть действуешь. Например, почему пропаганда так активно пытается проталкивать идею, что могло случиться что угодно? Что, типа, это мог быть Тромб, это могли быть западные... Ты же видишь, пропаганда делает так же, как и всегда. Они накидывают десяток версий и говорят, мы не настаиваем, что какая-то из них правильная. Просто смысл в том, чтобы вы не настаивали, что какая-то другая тоже правильная. Задача максимально размыть. И вот уже выходит какой-нибудь, там, я не знаю, Пиловаров, и говорит, давайте перечислим все версии. На это и расчет. Почему? Потому что непосредственное убийство Алексея Навального в людях, которым он был дорог, таких людей гораздо больше, чем просто его ближний круг, потому что он вдохновлял огромное количество людей. Почему по всей стране и по всему миру люди буквально плачут? Потому что Алексей для нас всех был больше, чем просто человек. Он был как наставник, он был как учитель, он был как соратник, он был больше, чем просто... Знаете, все говорят, как будто потерял близкого. Да нет, больше, чем близкого. Больше, чем близкого. И когда ты знаешь, что Путин его убил, месть становится очевидным выводом. Я не буду говорить, хорошим или плохим, можно мстить или нельзя, что по этому поводу написано в Библии или еще в какой-нибудь выдуманной литературе. Но это очевидно. Если кто-то убил твою надежду, то как минимум появляется цель наказать того, кто убил. Когда начинается вот это вот рассуждение, ну, непосредственно Путин не убивал, и вообще, может быть, это все случайно получилось, и вообще-то... Ты видела, пропаганда уже договорилась до того, там, знаешь, такие версии, просто пиздец. Типа, это последствия прививки, типа, разгоняют антиваксеры. Я слышала в Германии такое. Они просто подкидывают, подкидывают любую абсолютно херню, им не важно вам доказать, им важно максимально закинуть в поле. Мы это увидели и с убийством Немцова, и с Боингом, и с нападением на Украину, и прочее, прочее. Мы везде это видели, это известный прием. Вот, типа, российская пропаганда, она от Геббельска очень сильно отличается. Их зря сравнивают, потому что Геббельска построена на том, чтобы в чем-то убедить людей. И больше и больше повторять одну и ту же ложь. Российская пропаганда по другому принципу строится, по крайней мере, на внутренний рынок. Она построена на том, чтобы максимально заглушить правду, а не чтобы создать новую правду, в которую люди должны поверить. И это делается для того, что если Алексей умер как-то сам, неважно как, от прививки западной спецслужбы, оторвался тромб, замерз на холоде, еще чего-нибудь, то Надежду не убили. Надежда умерла. А мертвая Надежда не порождает импульса к действию, не порождает угрозы для того, кто совершил это убийство. То есть люди, у которых умерла Надежда, сама по себе, у них нет дальнейшего действия, у них есть только отчаяние и апатия. Люди, у которых Надежду убили, имеют как минимум одну цель, отомстить тому, кто это сделал. Именно поэтому российская пропаганда пытается сделать все возможное, чтобы это заретушировать. Именно поэтому я, Юля Навальна и все остальные говорят очень простую вещь. Минимальное, что вы можете сделать, это не использовать никакой другой фразы, кроме «Путин убил Навального». Это важно, потому что именно это дает интенсию, которая в будущем может помочь. Ну там, если не снести этот режим, то как минимум приблизить момент, когда он будет снесен. Потому что, видите, с телом же тоже какая ситуация. Да, конечно, это выглядит жалко, когда мы люди, знаете, вот я видел эту картинку в Твиттере, и ты смотришь на нее и думаешь, правда, какие мы жалкие. Ну то есть, типа, сначала мы требуем честных выборов, потом мы требуем честного подсчета, потом мы требуем допуска, мы требуем свободу политзаключенным, освободить Алексея Навального, потом мы требуем врачей для Алексея Навального, и потом мы требуем тела Алексея Навального. Жалко, конечно, жалко, но жалко, как говорится, у пчелки. В любом случае, это всегда политическая математика. То есть, почему они не дают тело? Потому ли, что они сволочи, изверги моральные уроды? Конечно, да, но этого недостаточно. Должен быть мотив. Мотив очень простой. Они боятся масштабных выступлений на похоронах, на панихизе, на проносе гроба с телом. Потому что Путин, единственное, чем занимается Путин, это он постоянно изучает другие предыдущие диктатуры. Если вы обратили внимание, я на это часто пытаюсь указывать, и вообще считаю, что нельзя недооценивать Путина, он действительно дурак, он действительно глупый, он действительно не очень умный человек, но у него есть несколько черт, которые обеспечивают ему власть и мотивируют его пытаться находить людей, которые помогают ему с умными решениями. Так вот, он пытается сделать так, чтобы похороны Навального не были манифестацией, не были демонстрацией того, что есть какое-то большое количество людей, которые с Путиным не согласны. И поэтому он не отдавал тело, поэтому он шантажировал мать Алексея Навального, поэтому выдвигал ультиматумы. Мы говорим именно он, потому что он все это курировал. Что на это можно было противопоставить? Нам, разобщенным, находящимся далеко людям, у которых нет никаких инструментов принудить Владимира Путина к этому. А очень просто. Если на одной чаше весов общественный резонанс, то что на другой чаше весов должно быть? Еще больше общественный резонанс. И когда администрация президента и Владимир Путин, я уверен, он держал это на контроле, увидел, что вот день об этом поговорили, два об этом поговорили, три, продолжаются обращения, причем от известных людей, продолжаются постоянные циркуляции этой информации, это становится фоном, международным фоном, внутрироссийским фоном, и это никуда не девается и не денется в будущем, вот тогда он понял, что эффекты от этого перевешивают потенциальные выгоды от того, чтобы не допустить эту демонстрацию, потому что похороны и прочее можно попробовать загасить по-другому. Ну, например, дубинками просто разогнать всех, кто будет пытаться пройти, оградить могилу гигантским забором, да, мы же, ну, видим, что будут делать с памятниками политическим репрессиям, в память о жертвах политических репрессий, просто на реконструкцию, хуяк, пленкой замотали, лошадь поставили, блядь, и говорят, нельзя пройти. Там, по-моему, до сих пор один памятник заминирован. Да-да-да, уже сколько лет, в смысле, сколько дней, вот, ну, то есть, типа, он, это еще будет отдельная история, это еще будет отдельная история, мы еще к ней, к сожалению, будем вынуждены возвращаться. Но в итоге, когда действительно, почему я писал, например, вот такое обращение ко всем, что, пожалуйста, пишите тем лидерам мнения, которых вы там смотрите, пишите им, чтобы они тоже записывали обращение, потому что это реально просто политическая математика. В математике я не особо силен, поэтому подсчитать конкретно не могу, но логика процесса абсолютно кристально прозрачная. И да, конечно, говорить о какой-то победе, ну, это просто убого, что, да, мы добились, нам отдадут тело Алексея Навального, его матери отдадут тело, это, конечно, не победа, но это все еще маркер, который показывает, что количество имеет значение, что Владимир Путин, это не комок эмоций, это рациональный актор, и это значит, что его можно победить. Потому что нерационального человека или человека, который вот просто хаотичен и действует абсолютно как хаос, победить очень сложно. Каких маньяков сложнее всего поймать? У которых нет системы, которые просто абсолютно рандомны. Когда ты понимаешь систему маньяка, когда ты понимаешь его мотив, когда ты понимаешь, как он действует, вот тогда ты можешь его поймать, тогда ты можешь ему что-то противопоставить. И мы в очередной раз получили подтверждение, что да, это именно так и работает. И из этого надо исходить и в дальнейшем. И я не говорю, что, не знаю, Путин будет сметен толпой и все прочее. Но важно понимать, что ничего не закончилось. Смерть Навального не поменяла этот мир. Да, внутри у нас все перевернулось. Нам выдрали сердце вслед за ним, за человеком, который выдрал свое и пытался освещать им путь. Но мир не поменялся. В нем также много зла и много добра. И эта битва все еще идет прямо сейчас. И опускать руки в этой битве, это значит позволить вину победить. И это точно абсолютно не то, чего бы хотел от меня, от Нино, от вас, Алексей Навальный. Он за это был готов отдать свою свободу, а затем свою жизнь. А значит, эта цель достойная. Это не значит, что все мы должны отдать свою свободу и жизнь, но это значит, что мы должны сделать тут хотя бы минимум, который можем, вместо того, чтобы проникаться жалостью к себе, хотя бы какое-то время на это выделить, безусловно, можно и нужно. Вот. Извините за длинный спич. Я думаю, все с большим интересом тебя послушают. Я в том числе. К слову о том, почему я... Ну, я бы хотела, наверное, пару слов про рациональность добавить, возвращаясь к самому началу твоего выступления. Про то, что да, мы просто по-разному воспринимаем рациональность. Наша рациональность не имеет ничего общего с рациональностью Путина, потому что, конечно, я не говорю, если, я говорю, когда, с некоторой надеждой, что это будет на нашей с вами жизни, Владимиру Путину нужно будет бороться за свою жизнь, за свою безопасность, Алексей Навальный был бы тем самым щитом, который он мог бы выставить впереди себя. Это правда. Путина сейчас ничего не спасет больше. Ну, то есть, правда. И ровно исходя из этой логики, что Алексей Навальный единственный человек, который мог быть гарантом его безопасности, он же больше всего на свете переживает за свою жизнь, потом за власть, это как бы примерно одинаковые поводы для беспокойства у него вызывает, но тем не менее. Думать, что Владимир Путин своими руками убил человека, который мог спасти ему жизнь, это или допустить, что он просто недальновидный, или допустить, что он абсолютно безумный, или, конечно, признать, что просто он по-другому понимает и по-другому осмысливает, потому что то, что он сделал, конечно, в каком-то смысле рационально. И Майкл про это, кстати, даже ролик сделал на своем канале, очень вам. Всем я лично советую посмотреть. Вот этот вот разбор, который, к слову, появился спустя неделю, наверное, но в этом смысле я Майкла понимаю, потому что до сих пор очень-очень сложно про это говорить, очень сложно это как-то осознать, очень сложно пытаться сформулировать и как-то описать нашу с вами реальность. Это реальность, в которой долгие годы для кого-то, там, не знаю, с начала 2000-х, для кого-то с начала 2011-го, для кого-то с начала, там, не знаю, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, любого года вплоть до сегодняшнего дня Алексей Навальный для многих был системой координат. Это была ось Х, ось Игрек относительно ценностей, которые он транслировал, относительно работы, относительно идей, которые он выражал. Мы выстраивали свое какое-то представление о хорошем и плохом. И Владимир Путин вышел и просто эту ось координат стер. Наши координаты повисли в воздухе. Теперь надо все это заново чертить, заново эту ось выстраивать. И, конечно, отдельно, мучительно, больно просто за конкретных людей, за конкретную семью, в которой любовь, поддержка, в которой семья была семьей. Отдельно просто человеческая трагедия, которая, я не знаю, кого может оставить равнодушным. И две какие-то огромные боли, они, конечно, за эту неделю с небольшим, они как-то разделились, они разлепились, потому что сначала это просто шло вот этим оползнем. Это два огромных переживания, два больших горя били тебя с разных сторон. И, в общем, да. Вот уж никогда не думала, что мы окажемся в такой точке. Да, мне кажется, какие-то важные слова хотя бы на начало. И, конечно, надо отдельно столько же и даже больше говорить про войну. И отдельно, конечно, я себя спрашиваю, а как вообще так получилось, что уже вторая годовщина, уже третий год войны пошёл. Вот тут тоже. Ты, правда, говорил, что в случае с войной ты понимаешь, на что конкретно ты можешь повлиять. А мы, вот все остальные, мы также можем повлиять. Вообще, какой, можно ли посчитать процент нашего воздействия и нашего влияния на процесс? Нет, нет. Потому что многим кажется, что они делают всё, что в их силах, и всё равно ни черта не меняется. Это значит, что на войну мы в каком отношении влияем? На 5% в этой войне? На 10% в этой войне мы влияем. Ну, сравнить надо не с тем, что происходит, а с тем, что могло бы быть. Ну, то есть, это вообще ошибка многих, когда там все такие, я не знаю, Украина медленно побеждает, или там фронт застыл, или ещё что-нибудь такое. Ну, надо вспомнить просто, что было, и какие были варианты. То есть, как бы, как раз сейчас многие вспоминают, как начиналась война, и я всем рекомендую это сделать ещё раз, посмотреть, вот как на Киев шли, как там оружие в городе раздавали, ожидая входа российских войск. Как кастомили. Высаживался тот самый десант. То есть, как бы, поначалу всего мира было представление, что Украина падёт, типа, за две недели максимум. И Украина воюет уже два года. Три дня взятия Киева превратились в 732. Ну, уже на данный момент. Это нехорошо. Ну, то есть, война не бывает хорошей. Война — это всегда ужас, боль, разочарование, кровь, пот, слёзы, потери близких. Но это гораздо, гораздо на порядке выше тех ожиданий, которые были вот тогда, в первые самые ужасные дни войны. Когда эвакуировали целые города. Когда люди не понимали, где они проснутся завтра. Когда российская армия захватывала населённые пункты и вычищала их просто. Сжигала местных и прочее, и прочее. Вот. И я думаю, что мы не можем оценить, какое из наших действий привело к тому, что сейчас ситуация сильно лучше, чем она была два года назад. Вот буквально 25 февраля 2022 года был тотальный кошмар. Тотальный, повсеместный кошмар. Которые российские колонны заезжали в украинские города и уничтожали там людей. Ракеты летели с отродонычей, а надежды практически не было. И сейчас ситуация сильно лучше. Хотя люди продолжают умирать. И за эти два года умерло огромное количество людей. Но в том числе и ваши усилия помогли прийти нам к той точке, которая есть сейчас, которая хуже, чем могла бы быть. Но и лучше, чем могла бы быть. Не надо задаваться вопросом, как повлияли мои действия. Не надо задаваться вопросом, а что было бы, если не надо задаваться вопросом, да мне не знаю, а что будет дальше. Надо задаваться лишь одним единственным вопросом, причем всем, это касается всех, и просто зрителя, обывателя, и, я не знаю, европейского чиновника, если он нас смотрит. Что еще я могу сделать? Могу ли я там, я не знаю, написать своему конгрессмену, если я в Америке? Могу ли я поддержать какие-то украинские инициативы в соцсетях, если я за рубежом, или поддержать финансово? Могу ли я поговорить с тремя людьми в своем окружении, если я нахожусь в России и боюсь сделать что-либо публично? Могу ли я не стать черством и не потерять вот это ощущение правильства, не выгореть, не превратиться в эту массу, которая будет гореть не все так однозначной и прочее. Таких же людей тоже много за два года стало. Поэтому, я думаю, что это вообще единственный вопрос, который все должны себе задавать. тем временем, это все семейный стрим, друзья. Сегодня вот такой. Не могу не сказать привычных фраз про всякие разные способы связи с нами. В этом смысле формально правила внутри стрима остались теми же. сначала мы читаем сообщения от патронов, потом от донатеров, которые присылают что-нибудь в Digital Duck, потом Суперчат, потом Чат, поэтому отдельно, конечно, как обычно, как я каждый раз повторяю, каждый раз отдельно проговариваю, я вам скажу, когда лучше будет прислать ваши вопросы. Понимаю, что для многих это неудобно и хочется с самого начала их задать, но у нас другой порядок, поэтому, пожалуйста, дотерпите до конца эфира, мы еще как минимум час, а то и полтора будем с вами и я вам скажу точно, когда лучше присылать ваши вопросы, чтобы они не потерялись и чтобы я в чате их увидела, чтобы мы на ваши вопросы ответили. Да, еще я не понимаю, почему картинка сыпется, дорогие друзья, биг загадка, ноль идей, не знаю, я ничего не менял, вот, может быть, если кто в курсе, я могу сказать так, что битрейт 12000 я уже поставил вместо 9, не помогло, что еще, давайте предустановку, лучшее качество поставим, если что, мы сейчас разбираемся просто с качеством картинки, были жалобы, не, ну я просто посмотрел, действительно, вроде в HD, но картинка сыпется, и я не понимаю, почему это происходит, вот, может быть, у кого-то есть какие-то советы, но только, пожалуйста, пишите, если прям знаете, если не знаете, пишите, потому что я знаю таких советчиков, вот, они, честно говоря, задалбывают меня мощнейшие, вот, то есть, если вы прям видите, вот, экране такие, точно, это же вот это, то, пожалуйста, напишите, я попробую поправить. Да, поэтому, технические моменты мы будем решать параллельно. У меня ВБС, идеальная картинка, но YouTube, она выходит, многие у чата писали, что хорошие качества, просто люди, не избалованные российским YouTube, где вообще все срать хотели, но качественные картинки. Главное, чтобы слышно было хорошо. Ну, блин, реально ссырится, почему? Короче, ладно, пока я не знаю, что мы можем с этим поделать, не знаю, что делать, делай, что знаешь. Могу прочитать сообщения от моих патронов. Большое спасибо всем, кто пишет, и огромное количество поддерживающих слов, и нас в том числе, и, конечно, очень странно, я себя чувствую, когда как-то мне отдельно очень соболезнуют и сочувствуют. Спасибо вам, я в свою очередь сочувствую всем вам, потому что это правда общая трагедия, правда, правда. То есть, я понимаю, что со стороны это может выглядеть странно, особенно, например, для Украины, которая такая, алё, два года идёт война, нас убивают, и я понимаю, как это смотрится, но это правда, как будто частичку нас прям выдрали, причём лучшую её часть, то есть, знаете, ту, которая, типа, вот как мама приходила, обнимала и говорила, всё будет хорошо, и ты на Алексея смотрел, и ты такой, ну, блин, точно будет, точно будет, я вижу его, он даже на последнем выступлении, я смотрю, и я такой, блин, точно всё будет хорошо, когда-нибудь будет хорошо, не факт, что сейчас, но будет, будет хорошо, и Алексей был гарантией, он был, он был возможностью увидеть какое-то будущее, ты смотрел на него, и такой, это всё ещё возможно, мы все к этому придём, и поэтому я, вставая по утрам, я понимаю, как вот, Зеленский абсолютно правильно говорит, что война стала на 732 дня короче, то есть, каждый новый день приближает нас к её концу, так и ты смотрел на Алексея, и думал, сегодня я встал, и значит, на ещё один день ближе я вот к этой точке, а эта точка точно будет, потому что есть Алексей, и его вера, она шла и в тебя, и ты такой, да, типа, пока есть Алексей, и знаешь, все ещё обратили внимание, что все говорили всегда, ну типа, Алексей будет сидеть, пока Путин у власти, никто не мог представить, хотя это довольно очевидно, это даже люди периодически проговаривали, в том числе и мы, но всё равно никто не мог поверить, что Алексей может умереть, что он смертен, в принципе, казалось, ну точно нет, так я же говорю, что многие, многие исходили из вот этой рациональности, что Алексей Навальный в этом смысле, да не из рациональности, нет, был бы тем, кто в эту поганую систему мог спасти от, не знаю, от кровавой расправы со стороны натерпевшихся людей, в этом смысле, не знаю, у меня в этом никакой рациональности не было, у меня в этом было наоборот, исключительно вера в Алексея, ну вера, я говорю, вера безусловно была, но, опять же, когда ты пытался рационально себе объяснить, почему с ним до сих пор ничего не произошло, ну ты цеплялся за вот эту версию, например. Ну, я не знаю. При этом, знаешь, кстати, вчера на канале у Шульман, ну не конкретно, я имею в виду, ты такой обезличенный, вчера у Екатерины Михайловны на канале тоже вышел небольшой ролик про эти две страшные даты, про девять дней со дня убийства и два года с начала полномасштабного вторжения, мне кажется, она сказала очень важные слова про то, что для многих Алексей Навальный был голосом нормы, он же больше всех призывал, при всем, при том, что вокруг него создавался вот этот образ суперрадикала, образ абсолютной неотерпимости, Алексей Навальный был, пожалуй, одним из очень немногих политиков, кто всегда оперировал к закону, кто не хотел разрушить систему, он хотел войти в систему, хотел, чтобы система соблюдала собственные законы, соблюдайте ваши законы, это же был, по-моему, один из лозунгов, в том числе и политической работы Алексея Навального, и в этом смысле, конечно, Алексей был, помимо того, что он был образом и будущего, и очень талантливым политиком, гениальным практически, Алексей был еще и голосом нормы и был примером такой жизни не по лжи, был примером бескомпромиссности и то, что моему большому удивлению какое-то количество зрителей утренних эфиров считывает за хамство, уж не думаю, что кто-то будет меня обвинять в хамстве, но да ладно, на самом деле, я так понимаю, что даже даже после убийства Алексея Навального для многих суперболезненный разговор про компромиссы, даже учитывая, что вся эта долгая-долгая дорожка из компромиссов в итоге приводит к тому, что таких людей, как Алексей система убивает, даже после убийства Алексея Навального для многих разговор о компромиссах суперболезненный. Так многие, кто шел на компромиссы, они наоборот уверились, ну все правильно, типа надо идти на компромисс, а то умрешь. И, в общем, мне кажется, что помимо всего прочего, что было уже сказано, помимо того, что нельзя, уже учитывая убийство Алексея, переставать делать с того, что ты веришь, отдельно, мне кажется, очень важно сейчас в очередной раз поднять разговор о компромиссах и о том, где мы пытались договориться со своей совестью, и, учитывая, что человек, который никогда этого не делал, теперь убит. В общем, очень сложно, опять же, среди все эти мысли продираться, но как-то надо это делать. Да, и последнее, наверное, что про это скажу, что спасибо большое всем, кто как-то меня поддерживал, но поверьте, я в этом смысле страдала так же, как и вы. И как-то мне даже, честно говоря, немножко неловко, когда прям конкретно меня люди поддерживают. Спасибо вам, но давайте направим наше сочувствие его близким и родным, которые принесли немыслимую совершенно жертву ради нас в том числе. Киберлера пишет. Девушки писали и рекомендовали послушать, как ты читаешь книгу от Эдди Банди. Писали, что волшебный голос успокаивает. Приятно, спасибо большое. У меня есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, как поступить с этими выборами? Имеет ли смысл регистрироваться в ДЭГ или забить? В посольство нет возможности поехать очень уж далеко, чтобы проголосовать на бумажном бюллетене. Ну, на ДЭГ бы я вообще хер забил. Ну, то есть, мне кажется, это коробка, которая абсолютно, ну, как бы ничего не считает, ничего не учитывает. Это абсолютное шелотанство, обман. Вот, мне кажется, и любой, кто говорит обратное, пытается вас наебать. У меня, честно говоря, пока нет какого-то четкого плана. Конечно, ДЭГ это абсолютное наебало в этом смысле, но я пока еще не поняла, не ответила для себя на вопрос, как именно я буду голосовать. Но, опять же, уважая волю Алексея, а вот, кстати, вот чисто хронологически получается проект последний в очереди, который Алексей успел поддержать. Очень хочется, конечно, в этом смысле эту волю исполнить. Юфитера пишет. Здравствуйте, Нино и Майкл. Соболезную в вашей утрате. Рассказ Майкла о том, кем был для него Алексей, разбередил во мне старые воспоминания. Когда-то в моей жизни был очень важный для меня человек. Мы занимались общим делом, пусть и не таким общественно важным, как Алексей Навальный, не связанным с политикой, но он был образцом, примером для подражания. За ним хотелось идти. Умный, сильный, харизматичный лидер, азартный в борьбе, но взвешенный в поступках. А потом наступил 14-й год, и он погиб на войне, пошел в ополчение ДНР. Я до сих пор не могу уложить это у себя в голове. Как? Как такой человек мог так оказаться? Что заставило его бросить семью, бизнес, хобби? Чем отравил и заманил его русский мир? Иногда даже на какую-то секунду закрадывалась мысль, а вдруг действительно есть какой-то мировой заговор, рептилоиды всех хотят уничтожить. И только русский мир с его скрепами противостоит тому подобный бред. Накрывало очень сильно, и до сих пор в сердце дыра, хотя столько лет уже прошло. Вот как? Ну не мог же он в пропаганду поверить? Он же полмира объездил, несколько языков узнал, технически очень грамотный был, из корыстных интересов тоже не мог. А Алексей не сломался, не предал. Он навсегда останется для вас стержнем и опорой. Может, это вас как-то поддержит. Ну, я думаю, что пропаганду не стоит недооценивать. Правда. Мне кажется, что во время войны, что ли, уже какой-то из западных корреспондентов, простите, что я очень так обтекаемо вам пересказываю этот сюжет, решил провести эксперимент на себе. Он заперся на неделю. Это до войны, по-моему, было? Нет. Уже во время войны повторил? Потому что я помню, такой был эксперимент, где чувак в отеле заперся. И неделю смотрел пропаганду. Может, во время уже еще один был такой эксперимент. И он понял, что начал, во-первых, верить во все это. Ну и прервал этот эксперимент. Я даже сейчас давай попробую найти. Это журналист. Неделя... Я помню такую историю до войны. Отеля пропаганда. Поэтому недооценивать пропаганду нельзя. Она отравляет. Она... Не, у меня все теперь в Токире Карлсоне. Не. И тут мы говнял. Я помню историю, да, сейчас. Журналист заперся. Вот, американский журналист в рамках эксперимента... Какой год? 14-й. А, ого. Да, но это... Не, я до войны помню такую, да, тоже часто приводил. И тут может появиться закономерный вопрос. А что делать? А хер его знает. Вот в чем проблема. Типа, короче, логика и факты не помогают распропагандировать людей. Вот. Это то, что можно утверждать на 100%. Ну, то есть, типа, каких-то, наверное, помогает. Но, по большей части, нет. Потому что пропаганда настроена немножко на другие центры. И, как бы, ни хрена не понятно. Это не только российская проблема. В Америке, например, то же самое с Трампом и трампистами. Ну, а им просто врут. Они выходят и врут. И, ну, помнишь, когда еще Трамп избирался на вот свой срок? Там на дебатах в том числе он выходит, говорит, и выходит там Клинтон, говорит. Он соврал, говорит, напиздюнькал. Ну, и после каждых дебатов, например, делали большие разборы. И он прям врал в каждом слове. В каждом слове врал. И это все разбирали. Говорили, вот вам статистика, вот вам данные, вот вам факты. А люди такие, не, за Трампа! Мы к Америке great agent! И все, и что ты сделаешь с этим? Я, ну, это вызов 21 века, о котором предупреждал еще Аристотель. Про то, что, как бы, окей, власть народа, это все здорово и весело, но проблема в том, что народ очень подвержен манипуляциям, эмоциям и много чему еще. Просто мозг пластичен в этом смысле. И не следует воспринимать его как какой-то, не знаю, твердый, непроницаемый предмет. Он очень пластичный, он очень внушаемый. И нужно обладать зрелой системой убеждений. Нужно и рационально, и на всех других уровнях понимать, что происходит, и исходить, и действовать согласно своей системе ценностей. Пропаганда, она, к сожалению, действует. И как бы, какой бы тупой она нам не казалась, нам все понимающим и все анализирующим, она, к сожалению, работает. Ну, с Россией это, кстати, не совсем факт. В том смысле, что мы, к сожалению, не можем отличить, на кого сработала пропаганда, на кого работает страх. Потому что когда у вас уже идет какое-то совокупление пропагандистов и ментов, то как бы тут уже одно от другого неотделимо. Это значит, что пропаганда уже, на самом деле, сильно проиграла. То есть российская пропаганда, она сильна, они, конечно, не в своем внутреннем преломлении. Все эти люди, которые сегодня кричат, что надо уничтожить Украину, они, как режим падет, они все так же будут кричать, что типа Путин был козел, вообще это все было неправильно. Мы это все видели, знаем, как это работает. Также было с падением Советского Союза, также было с падением фашистской Германии, как бы все по одному. Ты знаешь, я на этой неделе, у меня есть чат один, в котором я состою. И там некоторое количество людей. И там есть те, кто уехал, и есть те, кто остались. И мне всегда было интересно, я часто об этом говорил, типа как вот в фашистской Германии жили во время Второй мировой. Типа, ну это же прям много лет, типа прям с 39-го, прикинь? Ну то есть типа с 39-го по 45-й. Шесть лет люди жили, вот смотрели все, что государство делает, более того, их нагибали, и они как бы так-так-так-так за продуктами пойдут. И я вижу, как это происходит. Ну, потому что на самом деле уровень репрессий в России сейчас такой же, как в фашистской Германии. Я понимаю, что многие не до конца этого понимают, но почему многие не до конца этого понимают? Потому что все, когда говорят про Вторую мировую, все сразу думают о концлагерях и сжигании евреев. И правильно делают, что думают, потому что это действительно было самое ужасное, что происходило в истории человечества. Но, что касается немцев в Германии фашистской, нацистской, их-то не сжигали. С ними происходило ровно то, что происходит в России. То есть отдельные штурмовики приходили в заведения, которые не поддерживают политику фюрера. Любой, кто говорил что-то против, к ним приходили, часть мутузили, часть там забирали в тюрьмы. И в этом смысле массовых репрессий, и внутри Германии, вот прям то, что принято считать массовыми репрессиями, когда там, не знаю, миллионы, такого не было. И вообще массовые репрессии, это не про миллионы. Задача любых репрессий, это не убить как можно больше людей. Задача любых репрессий, это запугать как можно больше людей. И что сталинские репрессии, что гитлеровские репрессии, что путинские репрессии, они одинаковые. И ответ на них у людей всегда одинаковый Люди говорят Ну, меня аж конкретно это не касается И я вот в этом чате, к чему я вел Я вижу, как это происходит с моими Друзьями, бывшими Знаешь, с которыми Ну, мы всегда были Свободолюбивы Вот прикиньте, как я, такие же люди Нас было несколько, типа Мы всегда были, ну, типа Нас там не заткнешь Мы ничему не подчинимся Если мы считаем, что что-то неправильно Мы будем идти до конца против этого Нас невозможно было запугать Нас невозможно было подавить Нас невозможно было сломать И это люди, они были со мной И я с ними Мы были абсолютно в этом смысле одинаковые У нас разные взгляды на жизнь и прочее, прочее Но мы были вот свободолюбивыми И среда, в которой мы были Была безумно свободолюбивая А сейчас я смотрю на этих людей И они отвечают Вот уехавшим Например, в этом чате обсуждаются Типа скидывается Там статья Типа, ой, вот что в России происходит Тут пришли на концерт Тут пришли в какое-то заведение Тут вот вводят систему мониторинга Короче, типа Жесть И вот эти мои Бывшие друзья Рассказывающие Раньше Ну, совершенно со мной Будучи на одной волне Они такие Да, нормально Типа, просто надо политикой Ну, как бы не лезть Как бы спокойно Как бы жить И никто не трогает И это прям ровно То же самое Что было Там, в Германии И Я все время задаюсь вопросом Типа, с одним из них Я даже, ну, начал Переписываться на этой неделе То есть, понимаете Типа, слушай Что с тобой сделали? Не в смысле, что мозги промыли? Нет Они все прекрасно понимают Что Путин козел Что, значит, война несправедлива Что репрессии Это плохо И прочее, и прочее И сожалеют об убийстве Навального Но я пытаюсь понять А что такое произошло в твоей жизни? Вот где была та развилка Где ты такой Окей Я готов На все это закрыть глаза Типа Я готов Принять правила игры Я буду тише воды Ниже травы Надеюсь, что меня это не зацепит Надо сказать, что, кстати Ну, цепляет все больше Например Меня очень увлекла новость О запрете концерта Фарбениной Потому что она же прогнулась Ну, то есть, она пошла там На всякие сделки Что-то там выступала С окопными свечами Еще какая-то такая херота Вот А ей все равно бахнули концерты И то же самое будет с ними со всеми То же самое было с Киркоровым То же самое будет со всеми остальными Все Когда ты уже продался Дальше это вопрос цены То есть, там Ну, вот есть такой классический анекдот Не знаю, насколько он Сладшеймерско-сексистский Наверное, скорее, да Поэтому Поэтому, да Как-то давайте Попробуем потом как-то заменить фигурантов Ну, типа Там Условно девушка Набивает себе цену Там И все прочее Прочее А вот за миллион долларов Продашься Она говорит Ну, за миллион Можно подумать Он тогда А за один Она говорит Как за один Ну, то, что продаешься Мы выяснили Теперь мы выясняем цену Поэтому Поэтому это вопрос Когда ты переводишь это в плоскость цены Это значит все Тебя уже нет Это уже другая личность И, конечно, для меня вот на этой неделе Еще отдельно было вот довольно болезненно Вот это осознание Что, правда, люди, которые были со мной рядом И которых Я просто не понимаю, что их поменяло Я не верил, что так можно поменять людей Поэтому, да Все это Ну, люди затыкаются Люди подчиняются Я к чему все это говорю Извините за длинный спич Что не обязательно тот, кто транслирует пропаганду Что он в нее верит И поэтому в условиях, когда есть репрессии Мы не можем отследить Насколько пропаганда реально эффективна Вот то, что, например, в Америке происходит Или в западных странах С агентами влияния российскими Это реально эффективная пропаганда Потому что там она не построена на репрессиях Там нет такого, что если ты там Я не знаю Как Илон Маск не подлижешь Путину То за тобой придут менты Там нет такого То есть это выбор людей И там это действительно эффективно работает Российская, пророссийская пропаганда И вот это, конечно, вопрос И что с этим делать, вопрос И это вопрос 21 века На которого нет ответа Потому что действительно иррациональная пропаганда Точнее пропаганда, которая давит на иррациональное Работает эффективнее, чем образование И логические построения Вот, к этому все больше исследователей приходят Уже есть какое-то количество научных работ Которые вот прям черным по белому пишут Типа, разоблачать пропаганду Не работает Что работает, мы не знаем Я в конце нашего стрима Вернусь к старой доброй практике чтения вслух Потому что я бы очень хотела Я не знаю, это не правда все Ну, как бы, это так не работает Я бы просто хотела прочитать исследование На которое я довольно часто ссылаюсь Которое вышло в важных историях 25 марта 2022 года Про один Психологический эксперимент Ну, ну, прочитаешь сейчас Ну, он большой, это большая статья Ну, ты можешь там ТЛДР, там довольно простая мысль Что типа с пропагандой надо работать раньше Чем пропаганда в человек попадет То есть ты должен учить человека Там близкого, родного или прочего Как работает пропаганда Чтобы выстраивать в нем механизмы защиты Потому что ты не сможешь победить пропаганду Если она с ноги вышибет дверь И захватит человека твоего близкого или не близкого Но если ты будешь его морально готовить Ну, не морально, а как бы готовить Рассказывая про приемы Почему мы постоянно говорим Про логические ошибки и все такое Потому что если ты этот фокус заранее Показываешь, как он работает То человек в нужный момент наконец-то работает Это называется у них там прививкой от пропаганды Или что-то такое, правильно? Да Ну, опять же, в конце эфира Хорошо Ты можешь ролик сделать Ты можешь уже попрощаться с нашими зрителями Я зачитаю Прямо сейчас? Нет, в конце А ты можешь ролик отдельный сделать? Почему бы нет? Ну, может, потом вырежу и... Ну, ладно И стримаю А про анекдот, который ты рассказал Я слышала похожую сцену в контексте Бернарда Шоу Не знаю, насколько это правда Но, конечно, это больше похоже на... Байку Охуенные истории вконтакте В паблике Великие мысли мудрых людей Поэтому прочитаю немножко тоже Чтобы чуть-чуть отвлечься Великий английский драматург Бернард Шоу Не упускал случая поглумиться над английской аристократией Как-то раз он опубликовал СССР, в котором утверждал, что дамы высшего общества отличаются от продажных женщин разве что ценой, которым мужчинам нужно платить за обладание ими Когда эта дерзость дошла до королевы, она решила публично поставить иноглица на место Шоу был приглашен на прием в королевский дворец, где между ним и ее величеством произошел следующий разговор Это правда, что вы считаете, что все без исключения женщины продаются? Спросила драматург и королева Правда? Ответил Шоу Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии? Ну, фунта два или три, невозмутимо ответил Шоу Так мало, гневно воскликнула королева Ну вот, ваше величество, вы уже и торгуетесь с довольной улыбкой воскликнув Шоу В общем, прочитано это было из живого журнала Сергея Цветкова Байк известный, да, насколько правда непонятно Да Я еще... Можно анонсик небольшой сделать? Давай Короче, у моей мамы на канале «Жизнь с нуля в Израиле» вышел видеоролик про приют для собак в Израиле, который во время войны пополнился, к сожалению, большим количеством животных, которые остались без хозяев Я сейчас, если она позволит, я думаю, она позволит, скину в чат ссылку на видос Вы можете посмотреть сам видос и помочь приюту, если у вас есть такая возможность, потому что там действительно большая проблема Много животных, которые остались без хозяев после событий 7 октября, когда террористы ворвались в израильские кибуцы и города И вырезали там людей, осталось много бесхозных животных Вот, и можно помочь Вот, поскольку тема такая... Надо еще переназвать видосик немножечко Вот, тема такая не очень, знаешь, популярная в последние дни Ну, в смысле, что она там в пику к происходящему Там и мало смотрят, и мало помогают, и было бы здорово, если бы вот кто-то все-таки, так сказать, зашел, жизнь с нуля в Израиле, вот последний ролик, и помог животным Потому что животные реально, типа, вот смотришь на животных, читаешь ботов и думаешь, а может быть сгори и человечество огнем нахер уже А потом смотришь на бубочку, на сладкую, и думаешь, нет, знаете, еще рано Кстати, про ботов хотел одну единственную вещь сказать Ну, я не знаю, вы, наверное, сталкивались, уважаемые зрители, а любой медийный человек сталкивался точно Армия, натурально армия ботов Я такое в последний раз видел, только когда Пригожина убили Когда все писали, что Путину это невыгодно тоже Прям армия ботов, и здесь, на стриме, и под постами, причем верифицированных ботов Все, бот-детектор их всех вычисляет Пишут одно и то же И знаешь, какая история мне вспоминается Вот, один эпизод прям запал мне в голову Я когда делал исследование по ботофермам Там был один эпизод, когда убили Немцова И там одна женщина, бывшая сотрудница фабрики троллей, говорит Я, говорит, любила Немцова И я плакала в этот момент, потому что его убили Но продолжала писать комментарии, что он никому не нужен Потому что, ну, задачу мне такую поставили Она говорит, типа, я плачу, я иду в Исмаркево, возвращаюсь И продолжаю писать, что да Немцов этот ваш никому не нужен И вообще его убил в Украине или еще кто-нибудь Вот, и поэтому я вот за каждым таким комментарием Ну, ботами же сейчас работает, наверное, молодое поколение Я уверен на сто процентов, что среди этих ботов огромное количество людей Которые просто и сами в ужасе от того, что происходит И от того, что произошло с Алексеем Это несколько примеряет, но бесит, что как бы они так засоряют все Потому что, ну, это самая тупая бот-компания Или фейк с мамой типа Навального Вот этот вот нейросетевой, который идиотский абсолютно Меня так разозлило Меня супер рассмешило Меня супер рассмешило, потому что Ну, как вот кто-нибудь себе представляет человека, на которого это повлияет То есть люди сейчас вот в отношении Навального делятся на условные три типа Те, для кого это чудовищно все И те, кто прям, ну, сожалеет о произошедшем Вторые – это те, кто радуется, пляшет на костях, типа, так и надо И третье – кому все равно, за кого Навальный ничего не значил Это просто какая-то новость мимо прошагавшая На первых, вы не повлияете таким топорным фейком Да даже если бы он был не топорный Никаким образом не повлияете Ну, потому что они следят там за обращениями матери Навального И Юлиными обращениями и все прочее На тех, кто и так радуется Что они такие? Еще больше обрадуются Такие типа, да, еще вот это И третье – кому все равно Они такие, ну, окей, нам все равно То есть я не очень понимаю, как бы, попытка это что сделать Вот, типа, нахрена это нужно Я видел, я же подписан на много зад-каналов И там есть один смешной зад-канал Он себя позиционирует как супертехнолог То есть у него постоянно посты Он говорит, с точки зрения социально-политических технологий Там ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды Прям, ну, супер, много пафс Роман Алехин его зовут И я все время читаю Ну, во-первых, это чушь, что он пишет, как правило Типа, вообще не так работают никакие технологии Но он тоже запостил этот фейк И, типа, в комментариях ему его же читатели Начали писать А я знаю, что это его читатель Потому что в комментариях я там тоже часто по сути тоже смотрю Вот, и они там тоже за уничтожение Украины И все такое Они такие, типа, Роман, мы надеемся, вы, типа, с иронией это запостили Потому что это очевидный фейк Ну, то есть, типа, невооруженным взглядом это видно Как бы и проще и проще То есть, типа, я бы посмотрел на этого человека Который такой Мы сейчас сделаем фейк И что дальше произойдет Типа, и сторонники ФБК Алексея Навального Такие Блин, Блинский Все, теперь, как бы, больше не сторонники мы Или что? Как это должно сработать? Я вообще не понимаю Вот, но, да Пытаются какую-то грязь выливать Очевидно, будут еще что-то выливать Ну, мне кажется, это одна из тех тем Которую, ну, невозможная То есть, здесь настолько люди Как бы разделены по группам Что переманить кого-то из одной в другую группу Физически невозможно Просто никаким образом И поэтому, мне кажется, это настолько Втрата ваших налогов Ну, хорошо, идет на это Пойдет на оружие Уже не плохо Извините, какие длинные у меня налоги Я попробую быть покороче Небольшой анонс Для всех, кто участвует в чате Любой комментарий про то, что мы не должны ругаться матом Означает автоматический бан Откуда у тебя, кстати, это у меня Под моими роликами почти нет такого Типа, все... Ну, нет, мне как-то писали Когда я действительно в одном выпуске Там прям просто у меня Ну, не через слово было Но много что-то написали Я все равно нахуй, естественно, послал Человека Но в целом у меня нет У тебя, когда я прихожу к тебе на стрим Просто это сексизм какой-то Это потому что ты девушка или что? Ну, многие, да Многие именно к этому апеллируют Что я... Идите нахуй! Вы что? В общем... Дорогие друзья Если вас это как-то глубоко цепляет, оскорбляет Просто выключите Я предупредил Спасибо большое моим замечательным модераторам Просто... Да-да, сегодня вообще расстехляете огнеметы Ребята, ну я вижу Ползут... Ползут, суки Ну просто слово Навальный в названии И типа боты просто армиями идут Я уже с этим сталкивался Я надеюсь, что... Да, там прям... Это самая большая операция ботов Которую я видел за очень-очень долгое время Я даже не знаю, что сказать этим людям Я вот... Ну, я не понимаю вам Вы вот как с собой договорились? Для меня это загадка Вы... Ну... Это... Что у вас? Кнопка какая-то в голове Которая у вас выключает совесть? Или... Или вам настолько плевать? Или... Плевать, конечно Ну типа они такие Работа, работа Таньки Это моя работа Дали задание Я иду Как можно быть... Ну... Как это можно называть работой? Как можно... Не корчиться от омерзения К себе? Так они корчатся, скорее всего Когда ты приходишь За какую-то копейку Плясать на костях Оправдывать людоедов Как это возможно? Слушай, ну типа что два года война идет Как бы... Ну я все... Ну типа для меня это вообще не ответ Раньше для меня это было... Ну типа я такой... Как бы как люди на это способны? А спустя два года войны Я такой типа... А, вот на это еще люди способны. Поэтому как бы вот те у меня остались где-то, знаешь, там внизу. И они сидят и такие строчат, и такие, ну, я хотя бы людей на войне не убиваю. Ты такой, ну, действительно, хотя бы людей на войне не убивают, и на том спасибо. Понимаешь, типа... Хотя бы не в Синвес в колонии, понимаешь? А в Синвес в колонии тоже знаешь, как ты себе это объясняешь? Конечно, ну, все себе как-то объясняют. Маргарита Симаньян приходит домой, если что-то объясняет. Вот же тварь. Тварь, тварь, что-то... Если что-то еще может удивлять... Да их убьют просто скоро всех. Ну, то есть, не знаю. Вот на месте Антона Красовского я бы вообще поменьше пиздел. Правда. Вот Антон Красовский, он ходит без охраны, у него нет денег, потому что его проект «Консерватор» закончится. Ну, то есть, убить Антона Красовского легче легкого. Вот. Просто он как невловимый Джо, который никому не нужен. То есть, в момент, когда какой-то человек соберет достаточно, так сказать, претензий к Антону Красовскому и такой, ну, все, я, типа, готов там, я не знаю, финансово вложиться или, там, самолично это сделать. Ну, Антона Красовского просто убьют. Ну, чем спасут его, наверное, от наложения на себя рук, потому что, очевидно, этот человек уже, там, давно-давно балансирует. И даже, я думаю, пытался. Вот. Просто не получилось. Ну, да ладно. Вика Днебр пишет. Привет, любимое семейство. Мозг удивительная штука. Он иногда выдает такую несуразность. В эти дни в голове постоянно крутилось две песни. Герман опустила без тебя земля. А вторая – вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Первая вызывала слезы, а вторая – горькую хмылку и понимание. Не встанут. Бывают народные герои, которых недостоин народ. И я не только о россиянах. Я о нас всех. Задавить гнедомоль нужно нам всем. Всему миру. Ну, я вам скажу то, что подтвердят вам украинцы, живущие в войне. Любите сегодня. Завтра может не наступить. Самое главное – беречь себя и любимого человека. Дороже семьи нет ничего. Потом, друзья, говорите, как любите их и цените. Завтра можно проснуться и узнать, что их больше нет. Звоните родным, гладьте котов, целуйте мокрые носы. Нину Майкл, я вас обнимаю, мои дорогие и любимые. Спасибо вам большое. И по скриптум мой личный. Спасибо большое, Вика. Я очень благодарна, что ты с нами, что находишь в себе силы поддерживать ещё и нас. Согласна. Я много думала о том, что, наверное, с точки зрения логики истории как-то вот всё это горе можно будет объяснить, как-то можно будет это встроить в цепочку повествования. Как-то сказать, что вот это вытекало из этого, это вытекало из этого, это привлог. К тому, ну, как-то принять, впитать в себя, осознать, осмыслить, это очень сложно. Очень сложно. И, конечно, ну, личное мне тут много мешает. Много мешает. Ну, то есть, я понимаю, что для людей, которые находятся на какой-то дистанции от всего вообще, вообще от всего, для них и жертва Алексея Навального нормальная и как-то соотносится историческому процессу. И потом, спустя многие десятилетия, когда мы поймём, что именно и как сильно изменил Алексей Навальный в жизни и каким это привело результатом, многие будут говорить, ну, да, это понятно. Но я не знаю, я пока в той стадии, когда никакое историческое объяснение не может меня как-то примирить с этим и заставить сказать, что, ну, тогда ладно. Вообще не ладно. Ни в каком контексте, ни в каком, ни в какой из вселенных, ни в какой из мультивселенных и мультиверсии наших реальностей я не могу сказать, ну, тогда ладно. Не знаю, у меня не получается. Я не знаю, получится ли когда-нибудь, но тогда, если получится, я бы хотела посмотреть тебе в глаза. Не получится, не должно, потому что, ну, это жертва, это в первую очередь наша недоработка, чего уж там грех отреться. Каждый раз, когда мы недорабатывали, когда, ну, сегодня лень, ну, вот, сегодня выходной. Или страшно. Или страшно. Особенно, конечно, хочется свинцовой трубой всем вот этим вот умникам переебать поколениям, которые такой, ой, да Навальный радикал, или ой, он проект Кремля, или ой, что-нибудь такое. Прям хочется каждого найти свинцовой трубой, отхуящить, честное слово. Прям, ну, я борюсь, борюсь, конечно, с этим. Вот, ну, как бы, мы не активисты, мы, блядь, журналисты. Вот Алексей говорит, что надо не воровать, не врать, и делать честный выбор, это слишком радикально для нас. Мы пойдем Собянина хвалить. Или вот это, с Алексеем Навальным во многом можно быть несогласным. С чем ты несогласен, с Алексеем Навальным? Можно узнать? С чем конкретно? Тем, что закон должен работать? С тем, что должен работать закон, с тем, что должна быть сменяемость власти, с тем, что не должно быть коррупции. Ну, типа, с чем ты именно не согласен? Можно узнать? Или не согласна? Вот эти вот все люди, которые записывают эти скорбные видео, не все. Есть те, кто искренне, есть те, кого хочется обнять, а есть те, кого хочется начать сделать вид, что ты обнимаешь, на самом деле задушить. С чем ты не согласен с Навальным? Можно узнать? конкретно что из его вот пунктов достойная мирная страна с выборами со свободой слова с чем ты не согласен можно узнать нельзя потому что ты ссыкло и даже это не скажу это кстати на самом деле удивительное явление какой-то массовой иллюзии на самом деле потому что мне сейчас сложно сказать кто как конкретно работал на создание вот этого образа но опять же могу только отослать вас к ролику екатерины шурман который вышел вчера алексей навальный был наверное одним из исключительных политиков которые всю свою борьбу политическую строил исключительно на законных методах я бы хотел добавить что в ролике майкла наки в пятницу сказано то же самое и что это вообще был человек единственный который ни разу не призвал ни к одному насильственному действию но мы с екатерина михайловна в этом сходимся и это очень здорово я понимаю просто чтобы не показаться предвзятой давай давай из этого я слушал екатерины михайловну вчера и поэтому это находится выше в моей оперативной памяти чем а вот еще извини пишет танка навальный не предлагал орудовать свинцовой трубой все по закону хотел это правда но алексея больше нет я вам так скажу алексей больше нет поэтому как бы почему не но говоришь это был единственный шанс путина вообще всех этих пропагандистов спастись что нет больше человека который скажет не орудовать свинцовой трубой мы послушаем вот реально единственный человек который был наделен авторитетом настолько что он говорит не орудуйте свинцовой трубой и я такой хорошо алексей анатольевич не оруды это был алексей анатольевич навальный больше таких людей нет поэтому вся вот это вот пиздобратья извините ну Ну, как бы, я на их месте бы не радовался. Я бы на их месте очень и очень ценил бы каждый прожитый день сейчас, оставшийся. Потому что такого количества ненависти, гнева и абсолютного отсутствующего сдерживающих факторов не было никогда. Поэтому, как бы, ну, только я считаю, что Путин в этом смысле не ошибся. А он так сделал специально, чтобы он был единственной возможностью для своего окружения на выход. Потому что пока оставался Алексей Навальный жив, его же окружение, Владимира Путина, понимало, что всегда есть запасной выход. Что можно там скрутить, значит, Путина, освободить Алексея, через него договариваться с Западом и прочее, прочее. А еще попросить Алексея, чтобы он всем сказал, чтобы их не вешали на столбах. И он бы сказал, их бы не вешали, не потому что они попросили, а потому что Алексей был против этого. И Путин специально сжег все мосты в виде Алексея, чтобы как раз никто не видел никакой альтернативы. Про это, собственно, и есть мой ролик. Но, как бы, да, поэтому Алексей никогда не говорил бить свинцовой трубой по коленю. Ну, кстати, когда-то говорил все-таки. Там был, правда, не свинцовая труба, а травмат. Но в дальнейшем он отказался от своих таких предложений. Но все, Алексея больше нет, поэтому да, да, любые пропагандисты, у кого действить подписчику, у кого три миллиона подписчиков, берегите колени. Ну, типа, я абсолютно серьезно говорю, типа, будет много всего интересного. И предсказание Екатерины Михайловны, помнишь ее самое, на мой взгляд, необычное для Екатерины Михайловны заявление? Когда она своим неизмутимым голосом говорит, когда она отстаивала, значит, ну, у нас был там небольшой не то чтобы диспут, но обмен мнениями по поводу демократии. Я же всегда был против всеобщего избирательного права. И она говорит, и Маргарита Симоньян говорит, что если будут на первых же свободных выборах придут к власти люди, которые вздернут их, Симоньян, на столбах. И она говорит, учитывая, что эта фраза приписывается Маргарите Симоньян, хочется задаться вопросом, а что же, собственно, в этом плохого? Говорит Екатерина Михайловна Шульман своим невозбутимым голосом. Один из любимых моих монетов. Поэтому, видите, даже Екатерина Михайловна Шульман куда радикальнее Алексея Навального, хотя, казалось бы. Я продолжу слушать старые статусы, и я надеюсь, когда-нибудь дойти до этого момента и сделать вырезку и опубликовать. Давай ее опубликовали много раз. Я сам ее опубликовал, по-моему. Можно найти. Можно найти. На этом пока с патреоном все, друзья. Большое спасибо моим замечательным патронам, которые, во-первых, из понимания мы отнеслись и к молчанию на канале, и к всему остальному. В общем, я буду стараться его реанимировать. Спасибо большое всем, кто поддерживает мою работу. Переходим к Digital Duck. И у нас есть сообщение, которое пришло аж 11 февраля. Ничего себе. Огромный донат. Огромный. Спасибо огромное. Прочитаю тогда его с выражением от Лидии Скалозуб. В издательстве Скалозуб в Чикаго адрес скалозуб.com. Сейчас пришлю в чатик. Сайт. Сейчас, одну секундочку. Просто... Да, сайт, во всяком случае, соответствует словам. В издательстве Скалозуб в Чикаго начали выпускать книги с рассекреченными документами ЦРУ времен Холодной войны. Top secrets in the history of the USSR. Копия оригинальных документов ЦРУ бесплатно можно скачать там, в интернет-магазине. Узнаете много неожиданного в истории СССР. Круто. Я попробую этим заняться после эфира. Сам сайт Скалозуб.com опубликован в чате. Большое спасибо за такой огромный донат, Лидия. Рубежанин пишет. У меня было четкое понимание, что Навальный не друг Украины. Но его слова об Украине не заслуживают подобного. Отравление, заключение, ни за что пытки, подобные тем, что применяются к военнопленным украинцам. Убийство неизвестно, насколько мучительное. Примите мои глубочайшие соболезнования. Спасибо. Вы знаете, Алексей Навальный постоянно рос над собой. Это то, что выделяло его как хорошего политика. И в какой-то момент от разговоров, что Алексей Навальный не мой президент. Я перешел к тому, что Алексей Навальный стал моим президентом. Как раз в моменты, когда он отказался от тех вещей, которые мне казались неблизкими. То есть от какой-то такой имперскости. С налетом сексизма у него был. Когда-то и националист был. Но он постоянно рос над собой. При этом многие приписывают это Юле во многом. И, ну, конечно, это и приписывают самому Алексею, потому что он всегда был открыт. Типа он всегда говорил со всеми, всегда узнавал, спрашивал мнения. Чего уж. Нам писал тоже по всяким штукам. И, ну, вот к какому-то моменту у меня не осталось ни одной претензии к Алексею. Натурально. Не потому, что он сидел в тюрьме, не потому, что он героически вернулся в Россию. А потому, что реально все позиции Алексея Навального стали мне, ну, типа, близки. Точнее, вот те, где он там пересмотрел свои взгляды в том числе. Что касается Украины, да, конечно, были эпизоды, которые ему припоминают до сих пор. Но он понял, в чем и когда был неправ. И даже есть отдельные... Блин, я не помню, они публично выложены, эти письма или нет. По-моему, Смирнов выкладывал, посмотрите. Надеюсь, что публичные. Где Алексей несколько, так сказать, шире смотрит на мир и как раз в том числе рефлексирует имперскость и много чего еще. Поэтому я считаю, что позиция Алексея по Украине, когда даже находясь в тюрьме, в полной путинской власти, зная, что власть сейчас максимально остро реагирует на любую поддержку Украины, Алексей публикует свой манифест с четким, абсолютно проговоренным посланием, что Украина должна быть в границах 1991 года, что все войска оттуда должны быть выведены, что, конечно, тот урон, который нанесен, должен будет быть компенсирован. И поэтому, с точки зрения Алексея Навального, как человека из 2024 года, я не считаю, что к нему возможны какие-то претензии. В смысле, что я учу украинцев, они имеют право на любую реакцию. При этом мне нравится, как все постоянно пытаются скомпоновать украинцев в какой-то единую такой комок, единую сущность, которая, значит, мыслит одинаково и говорит одинаково. И так. Есть там украинцы, вот как Нино и Расвашвили, и Майкл Наки, это разные люди, которые говорят разные вещи иногда. Это при том, что мы максимально близки друг другу по ценности. Так и в украинской среде есть абсолютно разные люди, которые абсолютно разные вещи говорят. Мне, например, огромное количество написало моих украинских зрителей слова поддержки и слова сочувствия по поводу Алексея. И многие из них также восхищались мужеством и борьбой Алексея. Вот. Но в любом случае, мне кажется, что именно взгляды Алексея касательно Украины вполне позволяют его, там, образца 2024 года, 2023, когда он в 2023 же, по-моему, манифест выпустил в 2022, я не помню. В 2023, 15 пунктов. Вот. Мне кажется, что он вполне себе, ну, может быть, и не друг Украины, но точно не враг Украины. Вот. И Алексей Навальный, ну, в своем видео я тоже говорю, что на самом деле он был альтернативой не только для россиян, не только для путинских элит, не только для Запада, но и для Украины тоже. Потому что Украине совершенно понятно, как разговаривать с президентом России Алексеем Навальным. И Алексей Навальный абсолютно имеет адекватные взгляды на Украину и взаимодействие с ней. Вот. Поэтому в любом случае спасибо вам за слова поддержки. Я понимаю, что, несмотря на начало вашего сообщения, это типа слова поддержки, но мне кажется, что претензии, как бы, к человеку, который не сделал зла, и который, там, те позиции, которые ранили украинцев, переосмыслил, и наоборот, ценой, в том числе, вызыванием огня на себя, находясь во власти Путина, все равно провозгласил полную поддержку Украины, мне кажется, это все-таки врагом Украины я его точно не назову. Но считать его другом или нет, во-первых, его жизнь не важна, а во-вторых, решать исключительно вам. Как же я многослойно сегодня, господи. Наверное, за неделю накопилось. Извините, все, я... Добавлю несколько уточнений к ответу. Сошлюсь на свой эфир в четверг с Тамарой Натановной-Дельман, где мы говорили и о жизни после Алексея, и о том, как он нас всех изменил. И попросила Тамару Натановну вспомнить историю, которая стояла за фотографией, которую мы взяли на обложку. Она там стоит с Алексеем Навальным, оба в замечательном настроении. И послушайте, что говорит Тамара Эдельман, как она вспоминает общение, как она вспоминает разговоры с Алексеем. Послушайте интервью Алексея Навального и Сергея Гуриеву в конце 2020 года в рамках проекта «Что же делать? Первый сезон». Заключительное интервью в этой серии. Как раз вы можете даже целиком не слушать, а отмотать ближе к концу, где Сергей говорит с Алексеем про допустимость разных таких... Как это правильно назвать? Дискуссия о тёлочках, скажем так. Дискуссия проявления шовинизма. Да, дискуссия проявления шовинизма. Национального, гендерного. И последнее, что я скажу, заканчивая ответ на этот вопрос, это открытый пост в Фейсбуке Саши Громожаповой, правозащитницы и сооснователя фонда Free Buretia Foundation. Навальный эволюционировал. Это то, на что способны очень немногие. Я весьма критично относилась к нему из-за его участия в русских маршах. И да, на любых демократических выборах я бы за него не проголосовала. Однако я верила, что его имя будет в бюллетене. Но вот я читаю письма, которые он отправлял своим друзьям, и это важно. Они не для широкой публики. Главряду медиазоны Сергею Смирнову он писал, что в языковом вопросе сильно эволюционировал. Языки вообще-то богатства. Что плохого, если в Якутии есть пара часов обязательно в якутского, а в Башкирии – башкирского? Разве мне было бы хуже, если бы я знал сто элементарных фраз на мордовском или чувашском? Журналистке Наташи Зотовой признавался, что зол на релакантов, которые ноют из-за языковой проблемы. Ну пойди же и поучи язык хоть немного. 30% от того времени, что зря в Твиттер просидишь. Даже если немножко выучишь, то сделаешь себе лучше. Разве не хочется прийти в кафе в Риге и заказать на латышском? Честно, он меня удивил и восхитил. Жаль, что поздно. Пишет Саша Громожапова. Идем дальше. Ася НЗ. Я так испугана, так опустошена, так сильно отрицаю эту ужасную правду, что у меня просто пропал дар Рича. Спасибо, что находите силы выходить в эфир за ваши слова про Алексея, про искренние эмоции и чувства разделения горя. Большое горе. Просто обнимаю. Вы не одни, мы не одни, Алексей не один. Спасибо большое, Ася. Спасибо вам. Гошечка пишет. Сегодня очень отчетливо снилось, что Алексей жив, и вся эта новость с убийством – это какая-то операция под прикрытием, чтобы достать его из тюрьмы. Грустно было проснуться и понять, что это сон. Я не россиянка, но... А Алексей был ярким человеком. Заряжал свои энергии людей, даже если они не причастны к РФ. Как мало символов пишет. Давно хотел это написать, возможно, сейчас самое время. Хочу, чтобы это было произнесено хоть на какую-то аудиторию. Путина необходимо убить. Ни смерть, ни какие другие эфемизмы. Конкретный человек должен принять решение и осуществить его. Для России это единственный шанс хоть на какие-то перемены. Не то, чтобы, так сказать, вы сказали что-то, что было запрещено произносить. Я говорил это, по-моему, блядь, я призывал. Я говорил, шайку, этот, смешусь тебе. Говорю, берете, херачите. Говорю, либо в наручники, либо ладно, хрец, бьете табакеркой. И типа все, идете на переговоры. Я, типа, нет такого, что у меня есть какие-то христианские принципы. Я бы предпочел, конечно, чтобы его судили, не с точки зрения, как это сказать, не с точки зрения милосердия, а с точки зрения того, чтобы из него культ потом не лепили, как из Гитлера некоторые. Но меня вполне устроят, если его убьют абсолютно любым способом. Вообще, если прямо сейчас, вообще, ну, ток в путь. Поддержу, не знаю, кто вас только не поддержит. Вот, поэтому спасибо вам, конечно, за это. Не знаю, что. За сообщение, да. Вот, но нет такого, знаете, как. Часто на их, я помню, любили писать. А почему вы не говорите, что Путин жулик и вор? Я говорю, так я постоянно говорю, что Путин жулик и вор. У меня первый ночной эфир был посвящен тому, я час говорил, почему Путин жулик и вор, это не эмоциональная окрашенная характеристика, а факт медицинский. Вот, так я там два года. Я, по-моему, и до войны говорил, что я не умею, не поручусь, надо посмотреть. Но я всегда был довольно кровожа. Это не но война сделала, тоже кровожадная. Не но была такая, нет, я никому не желаю смерти. А я всегда говорил, что ничего плохого, чтобы убить всех плохих людей, я не вижу вообще. Типа, если скажешь, ну все станут убийцами, у меня нет претензий к убийцам. Если ты убиваешь, защищая, если ты убиваешь плохих людей, нет проблем. Это спросит тебя, кто будет решать, кто плохой человек, а кто нет. Я буду решать, кто плохой человек, а кто нет. Выдом полный список. Вот, поэтому да, у меня с этим проблем никаких того, нет абсолютно. Дима Киев пишет. Спасибо вам большое за вашу работу. Это помогает оставаться в здравом уме. Ждем вас в Украине после нашей победы. Пока не могу стать постоянным патроном, поэтому разовые донаты. По скриптум. Акацию я благодарен за то, что через просмотр его канала нашел ваш. И его смотрю все реже. Довольно неожиданно, а как через его канал? А может быть, просто Ютуб выдал... Он порекомендовал. У меня такое, кстати, бывает иногда, я очень удивляюсь. Видео, которые могут смотреть или могут вас заинтересовать, или могут быть интересны вашим подписчикам. Нет, Максиму реально, ну, респект. Я говорю, что как блогер он у меня островит. Вот после наших дебайлов не было ни одного видео, где он наезжал на ФБК. И я говорю... Ну, он наезжал потом на Алексея. Да я так похую вообще. Твиттер никто не читает. Это все пузырь. Вообще забейте. Твиттеры не существуют. Не в смысле, что я собираюсь Максима как-то оправдывать. Я считаю, что его наезды в Твиттере тоже кусок кала. Как бы нельзя быть таким завистливым мундаком. Но, как бы к Максиму Катцу, как блогеру, у меня вот после того, как он перестал использовать Ютуб как площадку для наезда на ФБК, у меня нет к нему претензий. Нормально все делает. Вот он вчера прикольную сделал штуку. Правда, прикольную. Я когда увидел, такой, блин, как я не догадался. Ну, знаете, когда кто-то делает какие-то крутые штуки, ты начинаешь такой, блин, реально, а как я до этого не догадался? Круто. Ты видел, что он сделал, нет? Он сделал минуту в минуту, но как бы видео, как начиналась война. Типа первый день, прям, типа, предпосылки и по часам распасовка. И учитывая, что я постоянно говорю, что, уважаемые зрители, вы забываете, как оно начиналось, мне стало дико от того, что, Майкл, а как же ты, блядь, не допер? Если ты постоянно говоришь, что вы не помните, как все начиналось, напомнить, как все начиналось. Это же прям очевидно. Вот. И как бы Максим больше молодец. И то, что он, типа, так вот с темой Навального тоже работал всю неделю, очень здорово. Я вот сидя и понимаю, что я не могу ни слова сказать, вот на отдельный ролик, да, я что-то там в сводках упоминал, но, опять же, очень тяжело было, потому что там я, ну, там видно, наверное, типа, я прям, как каждое слово, когда ты говоришь, типа, разрывец от этого. Вот. Особенно словосочетание, типа, тела Навального. Оно прям выбивает. И, как бы, я понимаю, что я не могу. Я смотрю, типа, Максим шпарит, шпарит, шпарит. И очень здорово. И Саша Плющев большой молодец, который тоже там, по-моему, примерно 500 стримов провел. Тоже круто, что каждый аспект, они вот прям... Илья Варламов тоже, типа, сделал там несколько видосов, один большой. Вот. Очень хорошо. Очень хорошо, что были люди, которые... Потому что, знаешь, гораздо хуже было бы, если бы все замерли вот в этом молчаливом, абсолютном ужасе, и только глумящиеся пропагандисты были бы в информационном поле. Очень хорошо, что так не случилось. Вот. Поэтому спасибо большое. Да, Кац говорит убийство. Да-да-да. Нет. У меня к Кацу по форме вообще претензий нет по поводу. Он говорит, что этот Путин убил Навального и проще-проще. Типа, все, все, он нормально говорит. Ну вот. Конченому делу с простатитом. Здравливайтесь, я могу сказать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к каналу Когнитивный надзор? Это новый Егор Жуков, что ли? Я понять не могу. И к его ведущему Вадиму Савицкому. А, он Вадим. Корректно ли сейчас холодным научным взглядом обозревать когнитивные ошибки всех, не артикулируя явно свою позицию? По скрипту. Варламов, трусливый мудак, который боится потери аудитории. Ну, к Вадиму Савицкому у меня отношение негативное. Он мне не нравится. Мне кажется, что ему пора переименовать канал в не очень когнитивный надзор или так себе когнитивный надзор. Потому что человек, который провозглашает себя борцом с когнитивными искажениями и пропагандой, занимается когнитивными искажениями, используя абсолютно нереалистичные кликбейтные обложки, это, конечно, возможно, забавно и иронично, но мне кажется, что в тот момент, когда я следила за Вадимом Савицким, он слишком уж увлекся своим отзором-надзором. И я не смотрю его с тех пор, как у него на канале вышло миллион четыре ролика про Майкла Найки и про его ошибки, где он буквально переворачивает слова и сам занимается когнитивными заблуждениями. Возможно, Вадим Савицкий немножко пришел к себя и, возможно, он как-то изменил свой стиль работы, но у меня нет желания за ним наблюдать и какие-то делать выводы о его работе, поэтому вот так. Я ничего не могу сказать. Там действительно был эпизод, когда было только четыре или пять роликов про меня подряд, и после этого я как-то такой, окей, нам нужно отдохнуть друг от друга. Я с того момента что-то не видел, что он делает, но я, надеюсь, он начал обозревать российскую пропаганду хотя бы. Ну, то есть, типа, в этом он в том числе артикулировал свою цель и как-то в какой-то момент перешел на разоблачение, я беру это слово в кавычки, потому что там нет никакого разоблачения, либеральной пропаганды, как он ее называет. Вот. Я не знаю, находится ли он в России, если да, то тогда это понятно, потому что как бы... Тогда надо хуеть делать канал, как ничего не надо. Я не знаю, ну, деньги зарабатывать, слушайте. Ну, класс. Ну, там реклама, ну, слушайте. Каждый как бы как может. Вот. Короче, я не знаю, ничего плохого не могу сказать, хорошего тоже, потому что как бы не слежу, желаю удачи и надеюсь, что он вернулся там. Хотя бы там чередует, да, там, я не знаю, там один ролик с разоблачением ужасной либеральной пропаганды и один с разоблачением какой-нибудь все-таки российской пропаганды, которая направлена на убийство и оправдание убийства людей. Как будто бы кажется, что это довольно важно. Но, опять же, ни на кого не давлю, каждый имеет право заниматься, чем он хочет. Ниров присылает сообщение в двух частях. У нас в городе есть большая российская диаспора, но на акции ходит не так много людей, причем порой даже из близлежащих городов. Мы очень разные, с очень разным отношением к России, но у всех нас объединяет ассоциация с ней и с чудовищной войной. Тут становится понятно, что россияне тут только мы. Тем более важным кажется продолжать то, что мы делаем, так как больше некому. В конце концов, даже нас хватило, чтобы создать и поддерживать мемориал Алексея, организовывать антивоенные и антипутинские акции. Победы храбрым суда преступникам, смерть фашистам, свободу политзаключенным. Спасибо за ваше сообщение. К призывам в конце полностью присоединяюсь. Маргарита пишет. Майкл, когда-то в каком-то ролике вы сказали, что сейчас Третьей мировой не будет, она будет позже. Может, вы с нами когда-нибудь поделитесь наблюдениями? Может, можете приоткрыть завесу догадок? Сейчас она стала ближе, чем была тогда. Не только из-за хронологических особенностей, а из-за принятых решений. Я не пророк, я объяснял, что я имею в виду. Если позволять агрессорам свою агрессию проводить, то все больше агрессоров будет стараться проверить все это на прочность. В итоге это приведет к созданию блоков. Что такое мировая война? Мировая война – это когда существует несколько блоков из разных стран, которые находятся в вооруженном открытом конфликте друг с другом. Мы видим, как эти блоки формируются. Есть совершенно очевидное. Иран, Россия, Северная Корея. С мнимого, смолчаливого одобрения Китая, возможно, какой-то помощи. Есть... Я вспомнила этот ролик, который ты прислал. Нет, это его угарный ролик абсолютно. Там Бытия, по-моему, канал его опубликовал. А где там китайский, типа, корреспондент. Короче, мир же очень сложный. И у каждой страны свои интересы в том, что происходит. И китайцы, короче, хотят дискредитировать японцев тем, что они воюют за Россию в этой войне. И там китайский корреспондент в каком-то окопе, типа, подходит типа к японцу и начинает брать у него интервью. А этот японец, судя по всему, никакой не японец. Скорее всего, бурят или что-то такое. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, там, азиатский разрез глаз, и всё. А там Балаклава и всё прочее. Он его на английском что-то спрашивает. И как он так говорит? Ай, это... Что там? Как я его тут... Сейчас я его за это смотрю, что я тебе присылал. Ну, то есть, он там на таком очень ломаном английском в итоге... А, вот, простите, а вы точно... А, нет, это он уже придумал. Короче, он начинает говорить, и что-то у него русские слова периодически прорываются. Нет, у него прорываются русские слова, и он говорит с таким... Русским акцентом. Очень карикатурным... Очень карикатурным английским акцентом. Ну, то есть, это русские слова с английским произношением. Это абсолютное безумие. Я здесь добавлю, что ничего против конкретных национальностей не имеем. Не, 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 русской вразе. Это мог быть кто угодно, кто для абсолютно непонимающего и неориентирующегося человека мог бы сойти в очень примитивном представлении за человека... Ну, то есть, просто такой обман, да, да. Просто такой натуральный обман. Да, японского происхождения. Да, да, да. Это очень угарно, да. Лиза пишет. Встретила непонимание у психотерапевта. Германия, он немец. Живу здесь 11 лет. Спрашивал меня, почему я так лично воспринимаю и войну, у меня никто из близких не пострадал, и убийство Навального. Никогда его даже вживую не видела. А сколько лет ему драйвить? Я не могу это ему объяснить и не понимаю, надо ли пытаться. Спросите, что батя его делал лет 80 назад. Или дед. Не знаю, как будто бы они немцы про такое спрашивают. В том смысле, что они-то как-то должны были пройти как раз коллективную травму. Может, просто... Может, просто терапия... Короче, я же вам рассказывал историю, как я как-то отправил маму к психологу, долго-долго ее уговаривал, а в итоге, значит, она вышла и говорит, спасибо тебе большое. Я попал с мужик, который поддерживает войну, который антипривыочник, который очень любит Путина. Я говорю, спасибо, больше я к психологам, пожалуй, не пойду. Я такой, блин. Так что не исключайтесь, пожалуйста, что просто плохой психолог вам попался. Ну, а может быть, он пытается, типа, а что вы чувствуете, а почему вы это чувствуете? Психологи же любят так делать. Вот. И это, ну, бывает важно. Типа, возможно, этот вопрос не с точки зрения недоумения, возможно, с точки зрения того, чтобы докопаться, что именно в этом коктейле вызывают у вас там те или иные эмоции, и что с ними можно сделать, и надо ли что-то делать. Поэтому хрен его знает. Я не психолог, я не могу ничего сказать. Дима Нарр пишет. Вопрос Майклу. Вы заявляли ранее, что перестанете вести какую-либо публичную деятельность после войны. Не кажется ли вам, что в текущих условиях вы могли бы много сделать в рамках российской политики? Много принципиальных людей с правильными ценностями не бывает. Смотрите, давайте я так отвечу. Ну, во-первых, сейчас не время об этом рассуждать. Война закончится, поговорим. Во-вторых, ну, я теперь допускаю варианты. Не с точки зрения вхождения в российскую политику. Мне это неинтересно. Я этим не буду заниматься. Для меня в России не осталось вот этого траектории пути. То есть, с Алексеем Навальным для меня умерла траектория пути России. И в этом смысле, если раньше я говорил, что я вернусь первым же самолетом, то сейчас я не могу это сказать. Типа, вообще не факт. Но мне бы очень хотелось отомстить всем людям, которые находятся в управлении нынешнего российского государства. Всем людям, которые помогали это выстроить. Всем людям, которые публично издевались над смертью Алексея. Всем людям, которые помогали государству травить Алексея. Во всех смыслах. И в физическом травить, и в публичном. Мне очень хочется всем этим людям отомстить. Поскольку, как вы видите, свинцовой трубы у меня нет. И не сказать, что она появится. И я не уверен, что я как агент Моссада буду ездить и стрелять людям в затылок. То, возможно, именно какая-то медийная деятельность может этому поспособствовать. Я действительно задумался над этим. Потому что я говорю, я много раз повторял, что для меня сейчас уже вопрос прекрасной России будущего не стоит. И что для меня это второстепенная история, первостепенная. Это чтобы война закончилась. И закончилась победа в Украине. И закончилась справедливо. Потому что там люди гибнут каждый день. Это действительно было основным моим фокусом внимания все последние два года. И остается и будет до конца этой войны. Но в списке задач, в списке дел у меня появилась месть всем этим людям. От мал до велика, не в смысле детям я буду мстить, а в смысле совершенно незначительных вот таких вот, да, ни на что не влияющих мелких пропагандистских сошек, заканчивая крупными чиновниками и, там, я не знаю, окружением Путина. Я очень хочу всем им отомстить. И я буду думать, как это сделать. И, возможно, это будет сопряжено с какой-то медийной деятельностью. Возможно, нет. Поэтому вот уже четко заявить, что вот война кончается, я ухожу в лес, я не могу. Хотя мне очень бы хотелось. Чего? Хотелось бы мне прям завтра уйти. Вот, а лучше сегодня вечерком. Но пока я не считаю это для себя допустимым. Вот. Понимаю, что ответил не супер прям конкретно, но... Но ответил. Вот прям как думал об этом, так вам и ответил. Я вообще много думал эту неделю. Типа, как именно можно мстить, каким образом. Какие есть механизмы, какие есть ресурсы для этого. Вот. У меня есть вещи, над которыми я размышляю, скажем так. Бубосяну прислали на вкусняшку. Эти вкусняшки заколебали меня. Это просто невероятно. Мейка, спасибо. Мино покупает эти зайчьи уши. Они сухие. Бубочка начинает... Она их не то, чтобы прям ест, она их облизывает до изнеможения. И они становятся влажными зайчьими. А это прям ухо. Ну, это прям зайчье ухо высушенное. И оно становится влажным. Начинает вонять. Меня это раздражает. Пахнет. Очень пахнет. Я слышу его очень явственно. Ты 10 минут, может быть, проводишь в гостиной. Типа, бан. Так, если я бы больше проводил, если бы не воняло. Ты просто придумываешь. Ничего я не придумываю. А что мне? Типа, ради чего я это придумываю? Просто претензию кинуть собачке пятимесячной. Да. Зачем? Вот такой ты человек. Я ее люблю. Тебя и ее. Вот у вас обеих. Такой ты человек. Короче, да. Вкусняшки. Они, ну, каждый день прям. Я говорю, что ты к... Я говорю, она и так еде радуется. Она радуется просто корму. Зачем ей вкусняшки? Ну, типа, ей так нормально. Она и так радуется еде. Она обожает еду. Типа, зачем ей еще вкусняшки? Чтобы ей было... Типа, человек ездит нормально на своем Мерседесе. Чего ты ему ламборджинь-то суешь постоянно? Ему по кайфу. Ну, типа, не надо ничего сверху. Надо. Не надо, не надо. Ей нормально. Будет вкусняшка. И Бубасяна. Вы бы знали, конечно, как мы ее называем. Каждая неделя по-разному. Да, ну, просто... Блин, человек прислал сообщение, суперчатик удалил его. Вот это мув. Леша пишет. Привет, ребята. Майкл, очень понравилось видео, почему Путин убил Навального. Спасибо. Есть вопрос. Раньше у вас была позиция, что адвокатов Навального посадили, в том числе из-за того, что другие медийные личности привлекали внимание к письмам Алексея из тюрьмы. Сейчас вы говорите, что это была подготовка к убийству. Мне ближе вторая версия, и кажется, что она отменяет первое. А какое у вас мнение? Спасибо за ваше видео и эфир. Они новы, большая, молодец. Она не отменяет первое, на мой взгляд. Она ее дополняет, потому что к осуществлению всего, что Путин задумал, нужны определенные механизмы. Как раз люди, которые активно писали, что Навальный, Ниссан пишет и прочее, они как раз и привлекли внимание к самой схеме. И как раз привлечение внимания к этой схеме, потенциальной, возможной, я не знаю, была эта схема или нет, никто не знает. Наши догадки. Наши догадки, которые ни на чем не основаны. Значит, привлечение внимания к принципу и способу коммуникации Навального с внешним миром, они как раз могли зародить конкретные этапы этого плана и более того, дать какие-то попытки формальных обоснований для этих действий. Поэтому нет, я не думаю, что одно исключает другое. И я надеюсь, что люди, конченные, перестанут заниматься вот этим вот на постоянной основе, как бы вместо борьбы с Путиным бороться с Навальным, с Юлией Навальной, с ФБК и со всем остальным. Я не знаю, почему до них это не дошло за два года войны. Вот, и есть надежда, призрачная очень, что как-то дойдет теперь, но я уже как бы 30 лет на этом свете живу, поэтому надежды на это немного. Мария пишет. На этой неделе я особенно сильно пожалела, что превратиться в медведя и разорвать врага может только моя друидка в игре. Самая большая боль, что я так и не написала ему письмо. Да кто я такая, пусть он потратит время на семью. Да и что писать, какими словами. Обнимаю вас, спасибо, что вы здесь. Прекрасно вас понимаю, Мария. Очень много думала о том, что столько вы не сказала, столько вы не написала. И, кстати, исходя из тех же представлений. Поэтому не ограничивайте себя, и как бы ужасно это не звучало, есть еще такое количество людей, которым вы можете написать. К сожалению. Никогда нет письма или слов, которые ты скажешь человеку. И он скажет, зачем ты это сказал? Не-не-не-не, и после его гибели ты такой, да, я сказал ему все, что хотел. Всегда будет казаться, что ты что-то не дописал, что-то не досказал. Вот. Я бы тоже, ну как-то знал бы прикуп, жил бы в Сочи, я бы тоже, наверное, активнее бы переписывался с Алексеем. У меня вот, например, я подумал, а почему никто вообще за последний год не взял интервью у Алексея? Ну, то есть есть же такая возможность, типа из колонии, в смысле по переписке. Ну, то есть это же довольно просто сделать, и интересно, и важно. И я такой, а почему мне это не пришло в голову раньше? Почему никому другому не пришло? И я такой, а непонятно почему. Абсолютно непонятно почему. Но не надо себя за это корить, правда. Потому что, во-первых, ваше корение ничего не поможет, а во-вторых, потому что реально нет такого набора действий, сделав которое при смерти человека, важного для тебя, ты такой, ну, я сделал все, что хотел, пусть помирает. Такого не случится. Вот, то есть ты всегда найдешься, за что себя покорить, чтобы было недостаточно в том, всем, в пятом, десятом. Вот, поэтому не вновите себя. И ты знаешь, мне в ленте попалась фотография от парня, который работал раньше с Алексеем, потому что у него нет ни одной фотографии, хотя много раз была возможность эту фотографию сделать. Не-не-не, это другой был. Да? Да. И потом, когда события так закрутились, и отравление, и потом возвращение, а потом тюрьма, и ты просто каждый раз себе рассказывал и объяснял, что, ну, значит, ждем, когда Алексей выйдет на свободу, и, да, придется отстоять огромную очередь из тех, кто захочет с ним сфотографироваться, но ничего страшного, в очереди постоять можно. И у меня были ровно те же, знаешь, ощущения, я помню, мне кажется, как раз в письме писала, что обо всем хочется спросить вас лично на интервью, и, в общем, как-то, ну, а кто допускал? Короче, ничего не обладает, все еще видно, да. Никто не допускал, что Путин убьет Алексея в тюрьме. Если есть такое какое-то желание что-то сделать, с кем-то поговорить, кому-то что-то сказать, делайте сегодня, завтра, может... Ответить, ответить на сообщение. Завтра может не наступить для вас или для другого человека. Я, кстати, вот мы говорили про смерть, я, кстати, задумывался, ну, то есть, и я абсолютный дзен поймал, в том смысле, что, типа, вот, типа, если я завтра, не знаю, начну умирать, и я такой, ну, клево, ну, в том смысле, что я ни разу себя не предал, ни разу не сделал ничего, за что мне было бы... Ну, как, нет, бывали пьянки, конечно, где я барагозил, дай боже, ну, как бы, я имею в виду серьезных жизненных выборов, мне нечем сожалеть, мне нечего стыдиться, и, как бы, я сделал действительно много хорошего, много мог бы больше, наверное, но я сделал много хорошего, в общем, я бы, типа, умер со спокойной душой, потому что мне не стыдно ни за один прожитый день, вот, я окружил себя потрясающими людьми, у меня потрясающая жена, потрясающая бубочка, потрясающая семья, потрясающие родители, потрясающие друзья, соратники, знакомые, и, типа, это прям... Очень-очень я прожил хорошую жизнь, хоть и полную боли утраты, и разочарований, и много чего еще, гнева, аккрестии, злости, и кучи других вещей, ну, типа, если вдруг я умру завтра или послезавтра, как бы, я умру, как называется, со спокойной душой. И отдельно завещание, тебе тоже наказ, если вдруг. Отдельно завещание, дорогие друзья, есть какая-то мразь, про которую я неоднократно говорил, что это мразь, и которая говорила про меня, что я мразь, начнет писать некрологию, где будет рассказывать, какой я классный, какая-то для всех большая потеря, придите и напихайте прям. Прям в комментариях, прям напишите, шо ж ты, сука, напишите при жизни, типа, херню нес. Вот прям, всем завещание, вот каждому, каждому лицемеру, который будет рассказывать, не знаю, что, ну, вот все-таки человек был неплохой, придите и скажите, ты плохой, ты гнида, ты вообще мразь, скотина. Ну, просто такое мое пресмертное желание, ежели вдруг чего-то. Ну, ты приняла наказ? Да, да. Хорошо. Список бы получил. Да, да, вы с недоо обсуждали, что, типа, я список составлю, типа, список людей, которых я считаю очень плохими, ну, помимо очевидных. А как он будет этот список называться? А это узнают люди потом, если я вдруг умрю. Вот. Список не очень хороших людей это будет, и чтобы вот, если кто-нибудь из них заикнется, чтобы Нино вышло публично, открыл список, сказал, так, список мразей или список гид, по мнению усопшего, типа, и прям сверху вниз. Вот. Мне кажется, это был бы отличный перформанс. Сейчас, секунду. Вот. Вы, а вы что, вы о смерти тоже наверняка все задумывались? Что думаете про смерть вообще? Ну, у тех, кто религиозный, не спрашиваю. Типа, у вас дурацкое предстояние. Более того, я уверен, что даже религиозные люди не верят в свою религию, потому что, типа, я видел очень мало людей, которые даже религиозных не боятся смерти, а по идее религиозный человек смерти вообще не должен бояться. то есть, как там это Павел, по-моему, у Павла это было, что, типа, жизнь это как сон перед вечной жизнью. То есть, типа, жизнь на земле, она такая же короткая, медленная и незначительная, как человек, который заснул, и потом он проснулся и даже не помнит этот сон. Вот. Поэтому по-настоящему религиозные люди, там, например, христианской веры, или, или, да, измечить сложнее, а в мусульманстве попроще. Короче, мне кажется, люди до конца не верят, потому что они что-то не готовы все умереть. Марусю, мы еще не читали. Дорогие, Нино и Майкл, разрешите рассказать вам о телеграм-канале, который меня сейчас поддерживает. Обычно автор пишет философские заметки об искусстве, кино, музыке, но сейчас, конечно, больше об ужасах нашей жизни. Вдруг кому-то тоже станет интересно его читать. Спасибо вам за все. Могута офишал. Так выглядит телеграм-канал. Сейчас мы посмотрим на всякий случай. Титлон гриды. Похоже на то, да. Присылаю в чат, друзья, ссылку на этот телеграм-канал, а дальше, кому будет интересно, можете перейти и посмотреть, что там. Никита Б пишет. Спасибо за стрим. Я не понимаю, почему вы с Майклом определяете надежду на ПРБ только тем, жив ли Алексей в моменте или нет. Не обесцениваете ли вы таким же образом огромное количество хороших людей? Яшина, Ройзмана, Галямину и, конечно же, Юлю Навальную. Почему они не смогут построить ПРБ? Может и смогут, но для нас это был Алексей. Типа, мы не обесцениваем, мы делимся своими эмоциями и переживаниями. Вот. Я считаю, что Юля абсолютно потрясающий человек. и я сделаю все вообще возможно, чтобы ей помочь. И многие из перечисленных вами, например, Илья Яшин, например, Илья Яшин и Евгений Ройзман, они тоже замечательные люди. Более того, за Яшина очень боязно, потому что он находится в российской тюрьме. Это уже, ну, как бы, ну, людей, что с этим делать. Вот. Тем не менее, вот для меня Алексей был этим человеком. Для меня Алексей был вот буквально в пол... Там, вы знаете, как есть такие в фильмах разборные штуки, типа, ты пускаешь, а из них палатка разбирается сама. Вот. Алексей был для меня таким шариком с ПРБ, который катился, катился, и ты такой, ну, он докатится, и такой, пшш, в палатку превратится в ПРБ. А перечисленных вам людей, точнее, Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлия Навального, я, конечно, поддерживаю во всех их начинаниях и верю в их борьбу, верю в то, что они смогут сделать многое. Вот. Но для меня... Ну, да, лично я просто, понимаете. Да, для меня ПРБ осталась Алексей, может, она и будет, и нет, для меня это уже не так важно. Для меня, я говорю, для меня месть важнее теперь в моих приоритетах, чем там ПРБ или еще что-нибудь такое. Да. Ну, я могу, наверное, сформулировать, что Алексей как политик, и в Алексея как в политика, я верила, гораздо больше, чем в ПРБ, и шла за Алексеем как за политиком, как за человеком, который транслирует ценности ровно ради этих ценностей, а не ради ПРБ. И делает все в рамках этих ценностей. Да. Это, не знаю, может быть, это неправильно, когда ты так много надежд возлагаешь на человека, а не на идею какую-то. Просто у Алексея было очень много идей, очень много других ценностей. ПРБ в этом смысле лично для меня, как для человека, которому не столько важно, где конкретно ты живешь, сколько то, как именно ты живешь, как ты защищаешь свои представления о правильном, и какие у тебя представления о правильном. конечно, Алексей в этом смысле, как перетранслятор этих идей, значил для меня гораздо больше, чем идея об условной ПРБ. Просто мое представление о справедливом и нормальном и правильном заключалось в том, что Алексей Навальный должен быть на свободе и должен делать то, что он считает нужным, что как политик Алексей Навальный может многое сделать. Вот в этом заключалось мое представление о справедливом и правильном, если мы говорим о политическом процессе, что такой человек, как Алексей Навальный должен был хотя бы попробовать. А ПРБ, не ПРБ, честно говоря, сама эта мысль, эта идея никогда не была для меня главной. И поэтому, конечно, я в первую очередь против несправедливости и против огромного количества преступлений, не против того, чтобы людей пытали, мучили за правду и за то, как они чувствуют и как они видят. И уже во все остальные очереди это какие-то такие пространные рассуждения о государственном устройстве. Опять же, может быть неправильно, но, честно говоря, в этом смысле мне все равно. Дорогие участники чата, я обещала сделать анонс, когда... Суперчат мне... Вот я говорю, когда будет подходящее время для ваших сообщений и вопросов через чат. И давайте писать вопросы сейчас, если они у вас есть, пока я читаю сообщения из Суперчата. Светлана Довыденкова пишет. Дорогие Анино и Майкл, нам очень хреново сейчас, но сдаваться нельзя. Спасибо, что продолжаете очень важное дело и помогаете нам сохранять кукуху, хотя чем дальше, тем сложнее это делать. Обнимаю вас, держимся. Спасибо большое, Светлана. Согласна, это даже с одной стороны точнее не с одной, а с другой стороны даже удивительно узнавать собственный ресурс. Это, конечно, не такой ценой, но это знание в итоге к нам все равно приходит. Smart Start Tefl пишет. А есть какие-то идеи для тех, кто за границей, что надевать на полдень против Путина? Может, все в черном или все в белом или с зелеными лентами? Я не слышала ничего от Максима Резника, который является по факту инициатором этой идеи, и просто все остальные уже его поддерживают. Я с удивлением для себя обнаружила, как Михаил Ходорковский в эфире у Кати Катрикадзе рассказывает про то, что всем надо ходить в бело-голубой одежде, в цветах флага условной ПРБ, где этот флаг белый-голубой-белый. Опять же, впервые это слышу, точнее, впервые, первый-единственный раз слышал этот Ходорковского в эфире. Нигде в другом месте я этих идей не встречала. Поэтому без понятия, что там по одежде и так ли на самом деле это важно, не знаю. Поэтому не могу ничего, к сожалению, сказать вам с марта. Наталья Литвинюк, 29 февраля намечается какой-то сатанинский шабаш в Думе. Они там так кучненько высаживаются, в ладоши звонко хлопают, вот бы туда парочку Хаймарса. Ничего против не имею совершенно. Елена Фартье пишет. Два крыла твои нацелены в эфир от того, что мир твоя колыбель и могила мир. Цветаева помогает, вы очень помогаете, спасибо, люблю и держитесь. И вы, дорогая, или как-то... Ненавижу эту фразу, что как-то надо держаться и как-то надо работать дальше, но других слов нет. Как-то действительно надо, как у всех свои способы. Спасибо всем, кто рядом. Это, наверное, самое важное из того, что сейчас вообще происходит. То, что мы в очередной раз посмотрели по сторонам и увидели, что мы не одни. Быть одному в такой ужасный момент, наверное, очень страшно. Ну что, друзья, иду в чат. Я думаю, что минут 10-15... Скорее... Я не иду, а погружаюсь. Погружаюсь. Будем с чатом общаться. Если не будет вопросов, то я просто зачитаю вам в конце... Браво. Зачитаю вам в конце исследование, которое было опубликовано в важных историях, и на этом мы разойдемся. Хелгни, пишет Юля, нужна поддержка. Дэд Учиха, реально, в первую очередь, хочу увидеть смерть Путина. Упс, пишет Россия, буду нормализации как-то дойти. Макс Икс, ну, честно, о ценности я подчеркнул не от Алексея, но настолько он яркий человек-оратор и позитивчик и многие другие качества. Иностранная агентка пишет, я не религиозна, но верю в какую-то высшую силу, ее не может не быть, не думаю, что после смерти ничего нет. Смысл тогда в существовании человечества, если мы просто куски мяса и потом ничего нет. А смысл существования собаки, жука, эволюция, е-мое, это просто способ живых организмов существовать. То, что у нас рефлексия появилась, это биологическая случайность. Так что нет, ни везу смысла нет, забейте. Ну, все по-разному думают. Смысл вы наделяете самостоятельно свою жизнь. Да, я скорее думаю, как вы, наверное, но я пока еще не сформулировала для себя это. И не формулируй. Что тебе надо? Захочу, сформулирую. К адекватности приблизилась. Захочу, сформулирую. Не надо ничего сформулировать. Я захочу и сформулирую. Не надо, ничего там нет. Как только я захочу, я это сформулирую. Короче, если хотите верить в божественные сущности, верьте в египетских богов, по-моему, они самые прикольные. Там пёрышка, сердце врываются. Наталья пишет, получается, идея, за которую Навальда умер, умерла вместе с ним, тогда Путин победил. Да не умерла, мы же опять же в очередной раз говорим конкретно про личное. Личное представление, личное ощущение. Зачем вы их обесцениваете? Улыбка пишет, Нино Майкл, здравствуйте, посоветуйте, какие каналы на Ютубе можно смотреть и какие не стоят. Какие нравятся смотреть, какие не нравятся не стоят. Смотря что вам интересно, да, потому что Ютуба огромный, есть... Он сам вам всё даст, что хотите, он подстраивается под вас. Да, есть... Блин, для меня, знаете, что загадка? Типа, ну, я понимаю, почему Арестович ведёт себя как Арестович, но он же толкает... знаете, на каком моменте я кончился, например, когда я такой, это уже не просто его нарциссическое расстройство, когда он пытается хоть какое-то внимание получить. Когда он начал рассказывать, что Украина это антироссия. Вот, если вы слышите, что кто-то говорит, что Украина это антироссия, или вообще слышите слово антироссия, этот человек работает на российскую пропаганду. Типа, я бы мог сказать осознанно или неосознанно, но чтобы сказать антироссия, надо прямо осознанно работать на российскую пропаганду. Вот, и для меня самая большая загадка, это почему, ладно, хрен с ними, со зрителями, ну, то есть я понимаю, что, как бы, я в людях давно разочаровался глобально, не какой-то конкретных, а в целом во всех, и найдутся, как бы, люди не до конца адекватно воспринимающие реальность, которые вдруг подумают, что надо слушать Арестовича. А я не понимаю, почему украинские журналисты продолжают с ним разговаривать. Ну, типа, для меня это прямо загадка. Ну, то есть человек прямо переобулся, это видно, человек говорит противоположные вещи про то, про что раньше говорил совершенно по-другому, человек вредит Украине, активно прямо вредит, и при этом использует пропагандистские штампы российской пропаганды, которые не имеют ничего общего с реальностью, что он сам и рассказывал буквально год назад, что, типа, эти штампы не имеют ничего общего с реальностю. И, типа, ладно, опять же, зрители, может быть, у кого-то там, опять же, какое-то паническое настроение, или еще что-нибудь такое, как их надо, зародоебых. Окей, но почему журналисты украинские продолжают это делать? Типа, это, ну, блин, человек работает буквально против вас, против вашей страны, против вашей победы, на врага работает. И, как бы, зачем? Типа, не, я не против критики, есть большое количество украинских аналитиков и журналистов, которые критикуют действия в том числе украинского руководства, например, тот же Бутусов, Машовец, периодически, они прям берут и конкретно говорят про какую-то вещь, говорят, вот здесь вот, мне кажется, есть проблема, Deep State тоже часто критикуют, здесь есть проблема, ее надо исправлять так-то-так-то, вот доказательства того, что эта проблема существует, вот возможное решение, пожалуйста, обратите внимание. Или там, не обращают внимания, ужас, или там, журналист, который занимается коррупцией, тоже говорят, есть коррупция. А Арестович просто повторяет российскую пропаганду, буквально, какая нахер антироссия, ну это Патрушев придумал про антироссию, это реально, это выдумка Патрушева, поехавшего на теориях Загорова мировых. И год назад Арестович тоже рассказывал, что это все, типа, выдумки поехавших дедов, а теперь рассказывает это же. Ради просмотров, ради хайпа журналист продолжает с ним работать, или что? Меня прям удивляет это. Ну не то, что я кого-то к чему-то призываю, или учусь, что им делать, сами разберутся, просто делюсь своим удивлением. Вот, как так? Непонятно мне. Более того, я сейчас скоро выпущу историю Washington Post про то, как Россия в 2023 году потратила огромное количество усилия на информационные атаки, чтобы рассорить Зеленского и Залужного. Что, типа, они прям активно это делали в социальных сетях, и вы увидите, что там, короче, очень много вещей, того, что Россия специально делала, синонимично тому, что проговаривал Арестович. Ну мы в этом видосе с вами об этом поговорим, наверное. Короче, загадка для меня. Не знаю, может у кого-то есть версия. Я все. Просто поделился. Спасибо. Гейт Сепаратор пишет. Майкл, как вы думаете, разрешит ли власть провести адекватные похороны с массовым прощанием? Уже начала откладывать деньги, чтобы ехать в Москву. Очень хотелось бы попрощаться и в целом поучаствовать. Но они будут делать все, чтобы этого не допустить. Получится у них или нет, я не знаю. Джой Чи. Я рад, что у Майкла теперь есть чувство мести, так как до этого многие это же чувствовали, но публично об этом говорить было табу. Теперь все больше публичных людей этого сказывают. Я бы больше вам сказала, и Юлия Навальная сама призвала присоединиться к ее ярости, и это во многих это звалось, очень во многих. Да, да, да. Я говорю, Алексей Навальный действительно, ну, как бы, был человеком, который во многом... Эту ярость сдерживала. Ну, чтобы сдерживал, он скорее говорил, что... Не надо. Да, он по другому пути надо идти. Теперь... Да. Надежда Максимова пишет. Вопрос. Почему на некоторых людей пропаганда не действует? С первого дня, как Путина показали ПТВ в роли президента, знала, что от этого прыща нашей стране ничего хорошего не будет никогда. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ответа нет у меня. Ну, типа, стержень какой-то, критическое мышление, пресловутое. Хрен его знать. Интеллект. Альфа Кэт пишет. Смотрел ли кто-нибудь из вас канал Ирины Якутенко? Интересуетесь ли современной наукой? Ну, активно взаимодействия с ним, когда была пандемия, а после этого не особо сложно. Да, после разговоров по Азимпик я и держусь на определенной дистанции, скажем так. Так, извините, сложные вопросы находить. А что ты еще отбираешь? Тензур? Правильно. Ну, не то, чтобы оттензур. Просто как бы просто зачитывать Елена пишет. Включила только что. А что Мэш написал об Алексею? Да, не важно. Не важно, это правда. Ну, в своей скотской, ублюдской манере сообщили о его смерти. Вячеслав Тверской пишет. Огласите, пожалуйста, где, когда, во сколько состоится панихида эпохи Навального. Эта информация актуальна сейчас для многих. Когда она появится, все ее узнают. Да. Артур Пельмешкин пишет. Аристоич странный человек. Я его не пойму вообще, чего он хочет. Аристоич очень простой человек. Вот как раз в самом Аристоиче загадки нет никакой. Ну, то есть, это человек, который быстро получил популярность. Который действительно был практически вторым человеком в стране по популярности. И потом так же быстро с этого Олимпа упал. И не смог это пережить. Ну, то есть, типа, его прям как нарциссу, а судя там и по его рассказам, как он, мой любимый, как он из ребенка демона изгонял, он неиронично рассказывал, как он это делал. Блядь, загуглите, это просто умура. Значит, свалившись с этого, он как бы очень страдал по этому поводу. Ему было очень тяжело, потому что, ну, вот привык. Все его любят, все его узнают, все его, там, не знаю, обожают и прочее, прочее. А тут, типа, раз, и оказалось, что, ну, это не вечно и это просто испарилось. И что, на самом деле, дело было не совсем в нем, а вот в общее сочетание различных факторов. Вот. И после этого он захотел любыми силами обратно привлечь к себе внимание. И стал высказываться там все более и более противоположно тому, что он говорил ранее. Действительно, выполняет это, привлекает внимание. Его теперь обожает российская пропаганда. В каждом Z-паблике можно встретить его высказывания практически каждый день. Вот. И он уже из Z-канала в переписку вступает в публичную. И, как бы, все довольно просто. Да. Это вот если мы берем чистый вариант, где Алексей Арестович, как вот человек, типа, сам самостоятельно это все придумывает делать. Я вполне себе допускаю, что это и взаимодействие с российской стороной, типа, под какие-то гарантии или под какие-то деньги. Россия бесконечно покупает всех, кого может купить. Вот. И, как бы, у меня нет больших иллюзий, что Арестовича нельзя купить. Арестовича абсолютно точно можно купить. Это человек, ну, человек, который вообще позволяет себе говорить неправду. Он позволял себе говорить неправду даже в моменты, когда был, типа, за Украину. Я об этом тоже тогда говорил. Что, типа, история в том, что он, конечно, к сожалению, говорит неправду. Хоть и типа благими намерениями. То есть, человек, у которого нет, как бы, стержня, он покупается, продается, как бы, и это нормальная история. Ну, в смысле, в этом нет ничего нормального, но вполне допустимая. Поэтому с Арестовичем вообще все понятно с точки зрения личных мотивов, с точки зрения, там, ресурсных мотивов. Что там? Скребется? Вот. Тут все понятно. Я говорю, и с людьми мне тоже все понятно, потому что люди, которым он попадает там в мир, он все еще довольно харизматичный, он все еще не глупый, он все еще красиво формулирует, он все еще делает вид, что, значит, как-то он что-то в чем-то понимает, разбирается. Вы же помните, да, он там и разведчик, блядь, и 700 тысяч боевых выходов, я не знаю, самолеты лазерами из глаз он сбивал. Ну, вот это тоже мой любимый тикток, ты же помнишь эту нарезку, где он просто перечисляет, и там все, реально, типа, он занимался всем в этом мире. Вот. Ну, как это называется? Пиздобол, правильно. Вот. И как бы, ну, какие-то люди могут продолжать на это вестись. Единственное, чего я не понимаю, это правда, почему вот украинские журналисты продолжают всему этому способствовать, распространять это, как бы, потому что, ну, человек просто бьет по интересам страны, по интересам армии, по интересам вообще Украины, и поддакивает России. Ну, типа, как так можно? Мне кажется, так нельзя. Не ну, Майкл, что думаете по Осичкину? Он сейчас пытается сорвать похороны Алексея в России? Я не знаю, что он пытается вообще запить ему, то есть, мне кажется, говорить об Осичкине в 2024 году это какая-то странная история. Человек очень, очень часто... Темки, темки у него, в самом деле мутки какие-то, забейте вообще. Поэтому, нет, не готова воспринимать Осичкина как адекватный источник, какой бы то ни было информации. Во всяком случае, сейчас. Так. Ужас. Как вы относитесь к Евгению Киселёву? Никак. В общем, всё, наверное, друзья с чатом, честно говоря. Видимо, надо как-то по-другому мне вопросы аккумулировать. Спрошу, как это делает Егорка. Мне кажется, он умеет. Возвращаемся в Digital Duck. Дмитрий пишет, как вы думаете, важно ли нам приходить к готовности пожертвовать свободой и своей жизнью, как это сделал Алексей? Такое чувство, что только настроенные так люди что-то меняют. Алексей, украинцы, которые вышли на Майдан, солдаты ВСУ. Может ли такое изменение в сознании сделать борьбу эффективнее? Да, черт его знает. Ну, то есть, типа, если, как это, пять тысяч едущих на Москву довольно сильно впечатлили Владимира Путина и вообще всю российскую систему. Конечно, да. Ну, то есть, люди готовы умереть, это вообще самые опасные люди на свете, и все это понимают. Если их количество большое, то это серьёзно имеет влияние. Другой вопрос, что это не то, чтобы выбор. Просто, чем больше, тем меньше риски для каждого конкретного. Чем меньше этих людей, тем больше риск каждого, кто нашёл в себе смелость и, возможно, даже не какую-то смелость, а силой, даже через страх делать то, что он считает правильным и нужным. Поэтому, конечно, я думаю, что нам необходима трансформация. Нам, конкретно вот мне и Майку, хотя, конечно, нам, наверное, в каком-то смысле тоже следовало бы поменяться, но нам, как общество, нам нужна и переоценка ценностей, и нам нужно очень много публичных дискуссий, обсуждений, рефлексий, оценикомпромиссы, о том, какие были ошибки допущенные за последние, условно, там, 20 лет, начиная с жирных и богатых двухтысячных, которые нас привели в ту точку, где у нас снова нет ни права, ни свободы, и нужны герои. Потому что, когда нужны герои, это значит, что ситуация в тупике, и страна в тупике, и там, где нужен герой, это значит, было допущено огромное количество ошибок, потому что герой не должен быть нужен никогда. В общем... Да, это правда, ну то есть, типа, нужна не самопожертвенность от всех уровней Алексея Навального, нужно, чтобы все начали делать хоть что-то. Да, если бы... Тогда проблема максимально быстро будет закрыться. Если бы людей, которые делали хоть что-то, было бы больше... На любом из этапов, как бы это происходило. В течение вот всех этих, всех этих лет, долгих-долгих лет, то цена, которую заплатил Алексей, была бы сильно меньше. Юфи Тара пишет, мертвый Навальный страшнее живого, пиздец тебе Вова. Интересно, эту кричалку... Эту кричалку имел в виду Макс Покровский в Breakfast Show. Не знаю, честно. Юфи Тара пишет, может, именно с этими словами люди возьмут в руки трубы и травматы? Да, никто ничего не возьмет, забейте. Скажем так, кто-то возьмет. Ну, типа, тут же вопрос не в том, чтобы их было много, вопрос в том, чтобы они были. Кто-то возьмет, я вообще думаю, что, ну, правда, я вот, я с легкой ухмылкой смотрю на всех тех, кто гиенит в России, особенно на тех, кто без охраны ходит. Ну, потому что, да, я думаю, что... я думаю, что путь бомбистов и много чего еще, он в России был довольно продолжительный, тут не надо много людей. Этого пишет Саша Плющев. Этого-этого? Ну, вот видите, как хорошо. Саша все знает. Забавно, если это было, как ты знаешь, за эфиром обсуждено или в личной переписке, и Саша пришел на это. Ну, нет, Саша любит Саша. Нет, Саша вообще нельзя, нельзя так, с Кашей можно описать, только кто что... А в нашей личной переписке, помнишь? Да, да, да. Не, на стримах всегда было, а вот ты мне писал. Без негатива. Я тебе писал, а не людям. Мне-то скрывать нечего, конечно. Забавно. Всего важен контекст. Что ты мне кусаешь? Александра Гененко пишет, кстати, новая патронесса. Спасибо большое, Александра. Привет, дорогие Нино и Майкл. Благодарю вас за вашу работу. Вы единственная русскоязычная блогера, кого я еще слушаю и люблю. Только присоединилась. Может, это уже обсуждали, но моя любимая фраза Алексея, когда Познер ему сказала, что не хочет, чтобы Навальный был президентом и рассказывал ему, как жить, что Алексей ответил, вам понравится. Саша, Антармштадт. Владимир Владимирович, поздно, лидер в жопу. Ну что, друзья, я думаю, что пора на этом закругляться. И я, как и обещала, зачитаю вам огромный текст. Я не знаю, сколько времени это у меня займет, но я надеюсь, что вы не очень торопитесь. И ты, если хочешь, можешь идти. Куда я пойду? Не знаю. Сказал бы я, куда я пойду. Можно. Текст называется так. Давайте я просто пришлю ссылку, если кому-то мучительно слушать, как я читаю. Я не могу тебя покрупнее. Не, не надо. А, у нас все равно качество. Вот смотри, в ОПСе прекрасное, вообще великолепное. А в Ютубе, блядь, зерни не стоит. Плющев, хватит меня банить, уже это не твой стрим, пишет Анастасия Вовчик. Бань ее, Саша, бань. Если надо забанить, скажи, мы это сделаем. Господь разберет свои. Так, я сейчас закреплю ссылку на этот материал в чате. И все, кто хочет на этом отключиться, хорошего вам, друзья, воскресенья. И до встречи уже в других форматах и эфирах. Статья важных историй, можно ли защититься от пропаганды? Если человек уже отравлен пропагандой, спасти его практически невозможно. Это доказано множеством психологических экспериментов, напоминает и доцент факультета социальных наук Университета Амстердама Анна Фенько. В последней неделе, помимо огромной трагедии, напомню, это публикация 25 марта 2022 года. В последней неделе, помимо огромной трагедии, разворачивающейся в центре Европы, гибели людей, разрушенных жилых домов, больниц и детских садов, мирных жителей, неделями прячущихся в подвалах без воды и тепла и миллионных потоков беженцев во все соседние страны, мы стали свидетелями еще и множества локальных семейных трагедий. Члены одной семьи, оказавшиеся по разной стороне линии фронта, не верят, когда близкие рассказывают им о пережитых ими лично бомбежках. Как такое возможно? Как удается пропаганде отравить мозг Homo sapiens? Как эта зараза работает и можно ли защитить от нее наших близких? Прививка от пропаганды. Социальная психология и теория коммуникации давно пытаются ответить на этот вопрос и выработать действенные способы защиты от пропаганды наподобие прививок, которые защищают нас от болезней. Один из популярных методов борьбы с пропагандой так и называется иммунизация. Вот пример того, как она работает. В США есть сторонники теории заговора, убежденные в том, что теракт 11 сентября 2001 года был результатом масштабного заговора американского правительства и спецслужб. В 2006 году 36% американцев считали такой заговор вероятным, а один из сторонников этой теории, Дилан Эйбери, смонтировал на собственном домашнем компьютере пропагандистский фильм «Лоус Чейндж» «Разменная монета», в котором излагал свои доводы в пользу этой теории. Фильм был талантливым, эмоциональным и пугающе убедительным. За пару месяцев его посмотрело в интернете более 4 миллионов человек и его признали первым сетевым блокбастером. Двое профессоров из Университета Оклахомы Джон Банас и Грегори Миллер провели эксперимент, чтобы проверить, можно ли защитить студентов от воздействия пропаганды с помощью рациональных доводов. Сначала у всех участников эксперимента их было более 300. Спрашивали, насколько вероятно они считают теорию заговора в отношении теракта 11 сентября. Среди студентов процент сторонников теории заговора оказался примерно таким же, как и в среднем по стране 37 процентов. Затем участников эксперимента случайным образом разделили на три группы. В первой группе сразу показали 40-минутную версию разменной монеты, а в второй и третьей группе сначала сделали прививку. Было два варианта прививки иммунизация фактами и иммунизация логикой. Прививка фактами представляла собой небольшой текст, в котором перечислялись факты, противоречащие утверждениям фильма. Например, в фильме были показаны свидетели, утверждавшие, что слышали звук взрыва еще до того, как самолет врезался в одну из башен Всемирного торгового центра, из чего якобы следовало, что бомба была заложена в здании заранее. Текст обращал внимание на факты, не соответствующие этому предположению, в частности, на то, что звук от взрыва бомбы был бы настолько оглушительным, что его бы слышали не парочка ненадежных свидетелей, а все жители Нью-Йорка от Бронкса до Брайтон-Бич. Прививка логикой призывала зрителей рассмотреть доводы сторонников теории заговора с логической точки зрения. Например, если бы заговор такого масштаба действительно существовал, в нем должны были быть задействованы не только непосредственные заказчики-исполнители, но и множество людей, государственные, муниципальные служащие, пожарные, медики, журналисты. Трудно сохранить секрет, в который посвящено столько людей. Почему до сих пор никто из них не проговорился? Нелогичнее ли предположить, что никакого заговора не было? Результаты показали, что просмотр 40-минутного пропагандистского фильма повышает количество верующих в теорию заговора с 37 до 50%. Среди тех, кто получил прививку фактами... Блин, ты можешь ее забрать? Я предлагал. Извините. Просто эти звуки не могут вас... Моя прививка фактами. Прошу прощения. Среди тех, кто получил прививку фактами, процент сторонников теории заговора снизился до 25%, а в группе иммунизированных логикой до 31%. Таким образом, иммунизация фактами оказалась эффективнее, чем иммунизация логикой. Авторы объясняют это тем, что человеку проще оценить правдивость фактов, чем логическую стройность аргументов. Прививка – это не лекарство. Значит ли это, что фотографии раненной беременной женщины, которые выносят в носилках из разрушенного роддома в Мариуполе, должна скорее убедить российских граждан, что от их имени ведется война, в которой гибнут мирные люди, чем утверждение о том, что президент Украины еврей, поэтому никак не может быть украинским нацистом. На самом деле, без разницы, потому что иммунизация должна предшествовать воздействию вируса. За последние 20 лет было проведено более 40 исследований эффективности различных методов борьбы с пропагандой. Примерно в половине из них сравнивалось восприятие одних и тех же доводов до и после пропагандистского воздействия. Многие исследования подтвердили эффективность иммунизации, то есть предоставление рациональных доводов до воздействия пропаганды, но ни одно из них не показало, что изменились взгляды, сложившиеся после воздействия пропаганды. То есть переубедить человека, отравленного пропагандой, почти невозможно. Инструкции о том, как можно переубедить своих друзей или родителей, верящих путинской пропаганде, к сожалению, скорее приведут к разрыву с друзьями и родителями, чем к осознанию ими своих заблуждений. Если одного сделанного на коленке 40-минутного фильма достаточно, чтобы увеличить долю американских сторонников теории заговора с 37% до 50%, то что же могут сделать десятилетия массированной телевизионной пропаганды? Люди, годами получавшие информацию с телевизора, просто не способны поверить фактам, противоречащим их картине мира, даже если об этих фактах рассказывают их близкие. Появившиеся в последнее время инструкции о том, как можно переубедить своих друзей или родителей, верящих путинской пропаганде, к сожалению, скорее приведут к разрыву с друзьями и родителями, чем к осознанию ими своих заблуждений. Защититься от пропаганды фактами и логикой можно только заранее. Можно защитить детей, научив их логически мыслить и критически оценивать факты, переубедить родителей. Да, мы грустим поэтому практически невозможно. Это очень грустная информация. Может, хочешь пить? Возьми лапку-чашку. Пей, как лень. Прививка от прививки. Но как тогда объяснить поведение людей, которые до... Извините. просто так работает бубан. Ты смотришь на нее и начинаешь улыбаться, как иди. Продолжай. Прививка от прививки. Но как тогда объяснить поведение людей, которые... Она же видит, что ты на нее реагируешь. Продолжай. Извините. Еще раз. Поэтому, кстати, все эти видео с чтениями на самом деле записываются с большим трудом. Но как тогда объяснить поведение людей... Что? Что? Извините. Как тогда объяснить поведение людей? ...которые до ограничения в России доступа к интернету и запрета всех независимых СМИ не смотрели телевизор, а получали информацию из независимых источников. Может быть, хотя бы они остались невосприимчивы к российской пропаганде? На самом деле тоже нет. Тут вступает в силу еще один механизм, который получил название метаиммунизация. Вспомним американских студентов, которым показали пропагандистский фильм, но они ему не поверили, потому что их заранее об этом предупредили. У этого эксперимента есть продолжение, в котором участвовало уже не три, а пять групп студентов. Первым трем группам давались точно такие же задания, как и в первом эксперименте. Первая группа просто смотрела пропагандистский фильм про заговор, вторая получала перед этим прививку фактами, а третья прививку логикой. Новым было добавление еще двух групп. Эти группы получали точно такое же задание, как вторая и третья группы, то есть смотрели пропагандистский фильм, перед которым они получали прививку либо фактами, либо логикой, но перед началом эксперимента им сообщали примерно следующее. Существуют люди, которые хотят повлиять на ваше мнение. Сейчас вы увидите фильм, цель которого изменить ваше представление о реальности, но сперва вы прочитаете текст, у которого точно такая же цель, только с обратным знаком. Ваша задача выслушать обе стороны и принять собственное решение. Поверят ли студенты из последних двух групп скорее пропагандистскому фильму или противоречащим его фактам и доводам? На первый взгляд кажется, что они должны включить мозги, в конце концов их к этому прямо призывают экспериментаторы и стать менее уязвимыми для пропаганды. На самом деле все наоборот. Студенты из четвертой и пятой групп, подвергшиеся двойной иммунизации, оказались более уязвимыми перед пропагандистским фильмом, чем те, кто получил одну прививку. Если однократная иммунизация снизила процент сторонников теории заговора, то среди двух групп, подвергшихся двойной иммунизации, этот процент остался таким же, как в контрольной группе, 37%. Как работает мета-иммунизация? Задача, которую она ставит перед человеком, как работает мета-иммунизация? Задача, которую она ставит перед человеком, не просто сопоставить доводы за и против определенной точки зрения, но и оценить мотивы тех, кто эту точку зрения отстаивает. Эта задача неразрешима просто потому, что люди вообще лишены достоверной информации о мотивах чужих действий. Невыполнимая задача вызывает когнитивную перегрузку. Люди запутываются в аргументах и контраргументах оказываются дезориентированы, им начинает казаться, что обе стороны пытаются склонить их на свою сторону, манипулируя фактами и аргументами. В условиях когнитивной перегрузки срабатывает автоматический рубильник, интеллект отключается. Люди перестают слушать разумные доводы, становятся невосприимчивы к логике и фактам. А в отсутствии рационального контроля человек начинает руководствоваться автоматическими реакциями на примитивные эмоциональные стимулы. В случае американских студентов таким эмоциональным стимулом был талантливо сделанный пропагандистский фильм. К услугам российских граждан множество примитивных эмоциональных стимулов, заботливо предоставленных пропагандой. Во-первых, это идентификация сильной и могущественной Российской империи, несущей миру традиционные ценности. Идентификация несет соседним народам мир и освобождение гораздо комфортнее, чем признание того, что твоя страна военный агрессор, которому ужасается весь мир. Во-вторых, это бездоказательные, но эмоционально заряженные обвинения украинцев в так называемом нацизме. В российском культурном пантеоне Вторая мировая война и борьба с нацизмом один из наиболее трагических эпизодов, умело используемой российской пропагандой для того, чтобы актуализировать историческую травму, разбередить психологические раны и создать образ врага. В-третьих, это апелляция к антиамериканским настроениям и страхам, связанных с наступлением НАТО. Идентификация с российским государством, противостоящим всему миру, создает у обывателя чувство тревоги, которую необходимо рационализировать. НАТО самый привычный простой объект для такой рационализации. Но чтобы все эти элементы пропаганды работали сейчас, на фоне полномасштабной войны, пустящих магазинов и растущих цен, нужна была метапрививка. Эта метапрививка была сделана еще 8 лет назад, когда российским гражданам впрыснули мощный препарат КрымНаш. Уже с того времени все возражения против нарушения международных договоров и оккупации чужих территорий оказывались бездейственными, разбивались неприбиваемые метааргументы. А они тоже воюют, они тоже воюют на чужой территории, а если бы не мы, там были бы солдаты НАТО. Проблема не в том, что российские граждане не знают правды о войне и Украине. Проблема в том, что они больше не верят в правду как таковую. Эта коррупция правды была очевидна еще в отношении сбитого донецкими сепаратистами Боинга MH17. Российская пропаганда тогда провела гениальную репетицию, впрыснула в мозги гражданам мощную метапрививку в виде множества якобы равноправных версий. Что Боинг сбили украинцы, что рядом с пассажирским самолетом летел истребитель, что в самолете были не живые пассажиры, а замороженные трупы из морга и так далее. Некоторые из этих версий были настолько нелепы и легко опровергаемы, что многие удивлялись, кто вообще способен в это поверить. Но верить в предлагаемые версии не требуется. Все, что нужно для метапрививки, это когнитивная перегрузка обывателя и убежденность в том, что все брут. А раз истины не существует, можно принять ту точку зрения, которая психологически более комфортна и которая разделяется и одобряется большинством. Сон разума. Сейчас много рассуждают о том, что уязвимость перед пропагандой это специфическая черта российского народа, связанная с его историей, религией и прочими национальными особенностями. Об этом трудно судить, поскольку сравнительных исследований в области пропаганды недостаточно, и они затруднены тем, что предмет пропаганды специфичен для каждой страны. Более простые эксперименты, вроде знаменитого эксперимента с конформностью Соломона Аша, проводились во многих странах, и результаты оказывались противоречивыми. Напомню, что в этом эксперименте несколько помощников и экспериментаторов, которые выдают себя за испытуемых, дают заведомо неправильный ответ на простой вопрос «Какая из трех линий длиннее?» Чем больше группа заговорщиков и чем единодушнее она дает неправильный ответ, тем выше вероятность того, что реальный испытуемый тоже даст неправильный ответ. Сначала предполагалось, что в коллективистских культурах уровень конформности будет выше, но оказалось, что в Японии он ниже, чем в США, а в Кувейте, Ливане, Бразилии и Франции практически не отличаются от американского. Эксперимент с конформностью один из множества примеров того, как наше поведение зависит от поведения окружающих. В психологии эту зависимость описывают как зависимость от социальных норм. Различают два типа социальных норм – наблюдаемые и провозглашаемые. Провозглашаемые нормы – это представление о добре и зле, которым учат семья и школа, религия и литература. Они практически универсальны. Наблюдаемые нормы – это то, как ведут себя окружающие люди. В случае, когда наблюдаемые нормы противоречат провозглашаемым, например, когда люди курят под табличкой «не курить» или устраивают мусорную свалку рядом с объявлением «свалка запрещена», происходит девальвация социальных норм. Люди начинают следовать не только поведению, прямо противоречащему провозглашаемым нормам, но и распространяют свой нигилизм на другие нормы. Голландские психологи Кейс Кайзер в качестве нарушения провозглашаемым нормы выступали граффити. Когда люди видели граффити рядом с объявлением об их запрете, они чаще мусорили и пристегивали велосипед в неположенном месте. В одном из экспериментов из почтового ящика слегка высовывалось письмо, а в прозрачном окошечке для адреса была видна купюра в 5 евро. Один почтовый ящик был новенький, а другой был разрисован на граффити. Из первого ящика вытащили письмо 13% прохожих, а из второго – 25%. Казалось бы, какая тут связь с происходящим вокруг шабашем? Связь прямая. Люди, руководствуясь теми нормами, которые они наблюдают, и приносят нарушения предписанных норм с одних норм на другие. Воровать нехорошо, но в виде ящики разрисовывать нехорошо. А раз ящик разрешован, разрисован, то и все остальное позволено. Особенно впечатляет, когда люди начинают вдруг следовать совершенно новым и необъяснимым нормам, вроде выстраивания детей в детском саду буквой Z. Это зачем? Какой в этом смысл? Никакого. Просто Ты что, заказала? Да. Особенно впечатляет, когда люди начинают вдруг следовать совершенно новым и необъяснимым нормам, вроде выстраивания детей в детском саду буквой Z. Это зачем? Какой в этом смысл? Никакого. Просто следуем образцу. Такой эксперимент тоже хорошо известен. Если несколько человек встанут посреди оживленной улицы и начнут смотреть в одном направлении, к ним обязательно присоединятся прохожие, и вскоре уже целая толпа зевак будет смотреть неизвестно на что. У такого поведения есть свой эволюционный смысл. Не каждый член первобытного племени мог вовремя заметить опасность. Достаточно было, чтобы кто-то один заметил и побежал, а все остальные за ним. Все побежали, и я побежал. Это древнее, примитивное, но до сих пор работающее правило выживания в ситуации неопределенности. Когда нормы разрушены, вокруг враги и опасность, некогда спрашивать, зачем. Срочно рисуй зет себе на лбу. Примитивные механизмы поведения до сих пор самые распространенные. По оценке американского психолога Дэниела Каннемана, награжденного Нобелевской премией за свою теорию принятия решений, более 90% наших действий совершаются не рационально, а автоматически, под влиянием эмоций, социальных норм или привычек. Человек включает мозги только если соблюдены три условия. Во-первых, принимаемое решение очень важно для него лично. Во-вторых, у него есть достаточно ресурсов, времени, информации и знаний, чтобы обдумать свое решение. И в-третьих, он находится в спокойном состоянии, никуда не бежит и ни от кого не спасается. Во всех остальных случаях мы не способны следовать голосу разума. Есть ли надежда на то, что морг пропаганды спадет и граждане России включат мозг? Теоретически есть, но для этого нужно соблюдение этих трех условий. Адекватное восприятие реальности должно стать для них жизненно важным. У них должно быть достаточно времени и когнитивных ресурсов, чтобы анализировать информацию, и они не должны испытывать стресс. Вопрос в том, как эти условия обеспечить. вот такое, дорогие друзья. Мне кажется, что важно было это все прочитать, поговорить. И много с чем это перекликается. Мне кажется, Волю бы сделала и все. Мне кажется, просто что... А может и сделать. Да-да, зачитаешь, я тебе поставлю. еще раз? Да. А, ты же недавно ютубер. Короче, мы одно и то же повторяем постоянно, мы ютуберы. Потому что, ну, кто-то посмотрел в стриме, кто-то нет. Ну, скажем так, люди пришли не готовы к тому, чтобы 20 минут воспринимать со слуха чтение с Бубочкиными поскуренными. Она, кстати, в туалет хотела просто. А, да. Да. И, кстати, почему ты на меня еду не заказала? Я же сегодня без коробочек. Так ты не знаешь мой план. Здесь план? Да. У меня есть план. У меня есть план, дорогие друзья. Всем бы нам так жить. Ну что, прощайся тогда или что? Да, три часа стрим идет. Спасибо большое всем, кто был с нами. Пора уж Мелову смотреть. Да, пора смотреть Мелову и вообще пора включать мозг, друзья. Хотя я думаю, что... Да нет, проблема-то в том, короче, статья абсолютно правильная. Хер пойми, что с этим делать. Вот. Ну, то есть, типа, правда. Так, на этом мы заканчиваем. Да, да. Я давно в этом говне, как бы, я тоже научные исследования люблю и у меня большой, большой пласт научных исследований появился, когда была пандемия коронавируса, когда антипровидующие появились и ученые такие, ёп, твою мать, говорят, типа, вообще, говорят, невозможно ничего с этим сделать. И до сих пор непонятно, до сих пор непонятно, что с этим делать. Конечно, если с детства воспитывать критическое мышление, ну, все говорят критическое мышление, никто не уточняет, как ими отработать. Вот. Я, например, в дебатах, там, типа, прям много работаем над критическим мышлением. И знаешь, какая проблема? Типа, да, 90% понимают, что пропаганды, что нет, но делать все равно ничего не хотят. Ну, да, если они такие, ну, да, типа, ну, потерпим, ничего страшного. Короче, проблема на века, никак она не решается. Больше всего это проблема не в диктаторских, кстати, режимах, на удивление, потому что диктатура может дубинками просто обеспечить это все, а как раз в свободных странах, типа Соединенных Штатов, где Соединенные Штаты это вообще самая конспирологичная страна на свете. И, как вы видите, это напрямую влияет. То есть сидят трамписты в Нижней Палате Конгресса, которые верят во всякую херню, ну, и в российскую пропаганду сидит Илон Маск, пердит, значит, своими твитами про то, как надо Пуфину помочь. И, ну, непонятно, что с этим делать. То есть, типа, факты есть, фактов большое количество, любого, ну, то есть, любое утверждение всех этих говноедов, от спикера Джонсона до Трампа и Маска я могу опровергнуть за полчаса просто факты несвидетельственные. Но это так не работает. То есть, типа, факты не опровергают вранье. Вот. И исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала и повторится все, как старь. Ночь, ледяная рябка, аптека, улица, фонарь. Позитивная нота, но и позитивный стрим. Спасибо всем, кто был с нами. Главное, что мы есть, главное, что мы все друг у друга. Мы еще не обязательно придумаем. Кто-то из нас доживет до прекрасной России будущего. Не факт, что все, но все мы рано или поздно умрем. И главное, чтобы в момент смерти не было стыдно за прошлую жизнь. И то, что меня, например, примеряет со смертью Алексея, что я думаю, что он умер с таким же четким осознанием, что его не удалось сломать, его не удалось прогнуть, его не удалось победить. И он сделал все, что считал важным и нужным в этой жизни. Ни разу себя не предал, ни разу не предал близких. И что никогда ему не пришлось идти на компромиссы с самим собой, со своей совестью. Мы все умрем рано или поздно. И по большому счету в момент смерти не так важно, сколько мы прожили. Знаешь, это все обнуляется. Ты просто уходишь в небытие, как бы нам не хотелось обратного. И хочется уходить в это небытие с чувством если невыполненного долга, то как минимум не зря прожитая жизнь. И я, опять же, примеряюсь с этим тем, что Алексей наверняка уходил, будучи уверенным, и мы в этом уверены, что прожил свою жизнь не зря, и что вот это вот гигантское зло, которое сейчас существует, частью которой является Владимир Путин и воплощением этого зла, не удалось вот этому гигантской машине, в которой есть ресурсы, в которой все не удалось сломать его, простого человека Алексея Навального. И для меня он, конечно, пример. Примером был, примером является и примером останется. И я хочу, чтобы когда-нибудь, а когда-нибудь я все равно умру, каждый из вас умрет, в момент перед смертью я тоже понял, что моя жизнь тоже была прожита и не зря, и я умираю, понимая, что за мной нет никакого малодушия и нет за мной того, за что мне было бы мучительно стыдно. Как-то так. я могу добавить только ко всему вышесказанному, что, конечно, никто из нас не обладает ни таким же упорством, ни такой же убежденностью, но каждый раз, когда нам захочется смолодушничать или сделать какую-нибудь гадость, или пойти против себя, или против представления, каждый раз, когда захочется лишний раз полениться и тем самым ничего не делать, чтобы что-то вокруг себя поменять, теперь надо будет вспоминать Алексея. Вспоминать и как можно чаще себе напоминать о том, что были люди, которые свою жизнь указали, насколько это важно, и что нет такого, что где-то важно, а где-то нет. Это важно всю жизнь. Это важно во всех делах, в больших и маленьких. Опять же, наверняка мы будем и косячить, будем и малодушничать, и будем идти на те самые компромиссы, но если мы хотя бы будем это делать не с чувством какой-то радости, с ощущением, что это неправильно, мне кажется, что это уже как-то поможет нам стать лучше и сделать так, чтобы это все было не зря. Последнее, что скажу, цините живых, пожалуйста. Мы видим, как все те люди, которые буквально накануне Чехвостили Навального, как все они теперь говорят, как Кэлмэн был великим. Цините живых. Да, убиенных сидят, отпевают и балуют раем, не скажу про живых, а покойников мы бережем, и пожалуйста, вспомните о всех тех, кто прямо сейчас продолжает борьбу. Напишите Илье Яшину, напишите Владимиру Крамурзе, просто не принижайте их, не обесценивайте, хочется вам какую-нибудь гадость спиздануть вонючую, оставьте ее в себе, размажьте ее по себе, не знаю ли, отрефлексируйте, прекратите это делать, прекратите паразитировать на других людях, прекратите принижать других людей, которые ведут свою борьбу, даже если вам кажется, что они ведут ее неправильно. Покажите лучше своим примером и своим делом, как правильно, не создавая фейковые якобы расследования, не поддерживая какие-то безумные тезисы, не пытаясь людей застыдить за то, что они, не знаю, не пошли в тюрьму, а уехали, или там, я не знаю, остались и как раз пошли в тюрьму вместо того, чтобы уехать. Просто пытайтесь максимально их поддерживать, потому что все мы смертны, и гораздо лучше поддерживать при жизни и не херачить, не знаю, из личных амбиций или из злости какой-то, чем потом, когда человек уходит, сожалеть, что ты в отношении него был таким подонком абсолютно. Вот, поэтому пусть это всем будет напоминанием. На этом, наверное, мы что-то. Да, много и хорошо про это говорил Владимир Милов в одном из своих первых стримов. Все, под каждым словом подписываюсь. А у тебя будет сегодня Милов? Да, вот через 8 минут я планирую его выложить. Через 8 минут идите смотреть Милова, дорогие друзья. А так, до встречи. Пока. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok